Правило поместных соборов. Правило Святого Поместного Собора Анкирского. Правило первое. Правило второе. Правило третье. Правило. 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 Те, которые находились в год в числе слушающих писания, три года в числе преподающих, два года имели общение в молитве Токма и потом вступали в совершенное общение. Правило. Правило. Пресчищение святых тайн. Аси же не ели. Топровевшие два лета между преподающими третье лето добудут в общении, кроме пресчения. Так, чтобы совершенное общение получили по трех летах. Но епископы да имеют власть, испытав образ обращения, человеколюбствовать или большее время покаяния приложить. Пасе всего да испытывается житие, предшествовавшее искушение и последовавшее заоном. И так это размеряется человеколюбие. Правило. Правило. И до настоящего времени не покаялись, а ныне ко времени сего собора пришли и восприяли помысл обращение рассужденно. Да приимутся в разряд слушающих Писание до Великого Дня Пасхи. По Великом же дне да будут три лета в разряде преподающих, потом еще два лета да будут в общении, кроме пресчения. И так, а давни идут в совершенное общение, якогда исполнится целое шестилетие покаяния. Аси же, которые прежде всего собора приняты на покаяние, с того времени исчисляйте им начало шестилетия. Впрочем же аси приключится им опасность и близость смерти от болезни или от иного некого случая, таковых принимайте с условием. Пояснение. Разумеется, то условие, чтобы, если останутся в живых, исполнить время покаяния по всему правилу. Правило седьмое. А тех, которые пиршествовали в языческий праздник на месте, присвоенном язычниками, но принесли еле свои собственные снеди. Рассуждено. Принимайте их в общение по двулетним припадании, но каждого ли должно принимать с пресчищением святых тайн, епископское дело есть рассудить о всем, так как и прочую жизнь каждого испытывать. Правило восьмое. Дважды и трижды и доложертвовавшие по принуждению четыре лета садились отступниками, но и восставали на братья и принуждали их к отступлению, или были виновниками такового принуждения. Те на три лета да приимут место между слушающими писаний, потом на шесть лет между припадающими, еще единое лето да будут в общении, кроме пресчищения, так что исполнить десятилетие получат совершенное общение. Впрочем, и в сие время да будет наблюдаема и вся прочая их жизнь. Правило десятое Анкирского собора. Поставляемые водиаконов, аще при самом поставлении засвидетельствовали и объявили, что они имеют нужду ожениться, и не могут без того прибытия, таковы и после сего оженившись, да пребывают в своем служении и поели кусье, позволено было им от епископа. Ахи же, который умолчал во всем и принял в рукоположение с тем, чтобы прибыть без женизвы, после вступили в брак, таковым предстать от дьяконского служения. Пояснение сие распоряжение поместного собора есть местное изъятие из правил апостольского двадцать шестого. Шестой Севернский собор шестым правилом своим прекратил сие изъятие и подтвердил держаться апостольского правила в точности. Правило одиннадцатое. Диев обрученных и потом иными похищенных рассуждено. Возвращать пред обручившим, ащи бы и насилие претерпели от посетивших. Правило двенадцатое. Прежде крещения и доложертвовавших, и потом крестившихся, рассуждено производить в син священный яко омывших грех. Правило тринадцатое. Не подобает в хоре епископам поставлять пресвитеров или диаконов. Но они же и епископам иных градов во иные, кроме позволения епископа через грамоту по каждой епархии. Правило четырнадцатое. Составляющим в клирии пресвитерам или диаконам, которые воздерживаются от мяс, определенно касаться он их, и потом ащи восхотят воздержаться от он их. Ащи же не восхотят всего, так что не будут есть и овощей, полагаемых с мясами, и не покоряться всему правилу, да будут не изложены от своего чина. Правило пятнадцатое. Анкирского собора. Из принадлежащего церкви ащи, что продали пресвитеры в небытность у них епископа, да востребует он и от церковь. Епископу же рассуждению предоставляется, ащи да стоит возвратить цену или не. Пониже часто бывает, что доходы от проданного с избытком уже возвратили купившим цену оного. Правило шестнадцатого. О скотоложствовавших или скотоложствующих, которых палец и грех прежде два десятилетнего возраста, те быв пятнадцать лет между припадающими, да получат общение в молитвах. Потом прибыть пять лет всем общений, да приступят к посещению святых тайн. Да испытываются же и жития их в то время, когда находятся в разряде припадающих, и смотря по тому, да сподобляется в человеколюбие. Прибывшие же долго всем грехе, долго да удержатся в разряде припадающих, а которые пришедшие означены в возраст, и женами впали в таковы грех. Те двадцать пять лет, прибыв между припадающими, да получают общение в молитвах. Потом исполнив пять лет во общении молитв, да сподобятся причащения. Ахи же некоторые жеными, и пришедшие пятидесятилетний возраст, впали в сей грех. Таковы и происходят сия жизни, да сподобятся причащения. Правило семнадцатое. Скотоложникам и прокаженным, или опроказившим. Святой собор повелел молиться с обуреваемыми. Наименование обуреваемых означает или недопускаемых в церковь и молящихся вне, если случится и на ветре, под дождем, или беснуемых. Правило восемнадцатое. Ахи, которые быв поставлены во епископов, но не быв приняты епархией, в которую наречены, восхотят на иные епархии наступати, и, поставляемых там, утесняти, и воздвигати противо их возмущения, таковых отлучати от общения церковного. Ахи же восхотят с пресвитерами сидеть, и где прежде были пресвитерами. Нет и мать от них сия чести. Сия чести. Ахи же будут подвигать смятение противопоставленных там и епископов, лишать их и пресвитерской чести, и быть им отрешенным. Правило девятнадцатое. Даши обет девцы, нарушившие обет, да исполните пятимью двоебрачных. Делом же, соединяющимся жительством с некими, аки с братьями, мы сие возбронили. Правило двадцатое Анкирского собора. Ахи, чья жена прелюбодействовала, и кто-либо прелюбодействовал, таковым надлежит семь лет прийти в совершенное общение по степеням к тому ведущим. Правило двадцать первое. Женам, от прелюбодеяния, зачавшим и истребившим плод и занимающимся составлением детогубительных отрав, прежним определением, возбронено было пресвитение святых тайн до кончины, и посему и поступают. Изыски уже нечто более снисходительное. Мы определили таковым проходить десятилетнее время покаяния по степеням установленным. Правило двадцать второе. Виновны в вольных убийствах, да будут в разряде припадающих, совершенное же общение да удостаивается при конце жизни. Правило двадцать третье. Виновны в невольных убийствах прежнее определение повелевает семь лет по степеням установленным достигать совершенного общения. Новое же определение исполнять пятилетнее время в покаянии. Правило двадцать четвертое. Волхвующие и последующие физическим обычаям, или вводящие некие в домы свои, ради изыскания волшебств, или ради ощущения, да подвергаются правилам пятилетнего покаяния по степеням установленным три лета преподания и два лета молитвы без приобщения святых тайн. Правило двадцать пятое Анкирского собора. Некто, обручивший себе от раковицу, сперва расклил ее сестру, якой беременной быть ей, а потом уже не усообрученная, а раскленная удавилась. Со виновных павильонов в продолжении десяти лет по установленным степеням покаяния прият число стоящих на молитве с верными. Правило святого поместного собора неокесарийского. Правило первое. Присвитер ащи оженится, да извержен будет от своего чина. Ащи же блуд или прелюбодейца сотворит, да будет совсем изгнан от общения церковного и не изведен в разряд кающихся. Правило второе. Жена, совокупившаяся браком с двумя братьями, да будет отлучена от общения церковного до смерти. Но при смерти ащи обещается разрушить брак по выздоровлению, да будет под человеколюбие допущено к покаянию. Ащи же умрет жена или муж в таковом браке. Оставшемуся трудно покаяние. Правило третье. Время покаяния, определенное для впадающих во многобрачие, известно. Впрочем, обращение и вера их сокращают время. Правило четвертое. Ащи, кто вожделев жены, решится приспать с нею, но его намерение не приведется в действие. Видимо, есть яка благодатью избавлен. Правило пятое неокесарийского. Оглашенный входящий в церковь и стоящий в числе оглашенных, обличен быв во грехе. Ащи соприсислен был к преклоняющим колено, да не изведется в разряд слушающих писания, пристав от греха. Ащи же и пребывая между слушающими согрешит, да и изгонится из церкви. Правило шестое. Правило седьмое. Пресвитеры на браке двоеженца не пиршествовать. Понеже двоеженец имеет нужду в покаянии. Какой же был и пресвитер, который через участвование в пиршествии одобрял бы таковые браки? Правило восьмое. Жена, ащи некоего мирянина, прелюбодействовав обличена будет в том явно, что он не может прийти в служение церковное. Ащи же по рукоположению мужа впадет в прелюбодействие, то он должен развестись с нею. Ащи же сожительствует, не может касаться служения ему порученного. Правило девятое. Пресвитер, ащи согрешив телом, произведенный исповедуется, согрешил, прежде рукоположение, да не священствует, сохраняя прочие преимущества ради других добродетелей. Его прочие грехи, как многие скажут, разрешают и рукоположение. Ащи же сам не исповедует, а обличен быть явно не может, властен сам в себе. Правило десятое. Неокесарийского собора. Подобный диакон ащи впадет в тот же грех, да не изведен будет чин простого служителя церкви. Правило одиннадцатое. Во пресвитера прежние тридцати лет, ащи и по всему достойный человек, да не поставляется, но да оставится в ожидании. Ибо Господь Иисус Христос в тридесятое лето крестился и начал учить. Правило двенадцатое. Ащи, кто в болезни просвещен крещением, то не может произведен быть во пресвитера, ибо вера его нет произволения, но от нужды, разве только ради после открывшейся добродетели и веры и ради скудости в людях достойных. Правило тринадцатое. Сельские пресвитеры во городские церкви не могут священно действовать и в присутствии епископа или пресвитеров града. Такожи не преподавайте хлеб, не чашу во время молитвы. Ащи же сие в отсутствии, а сельский един приглашен для молитвы, то преподает. Правило четырнадцатое. Но хоры епископа, поставленные во образ семидесяти апостолов, якосослушатели епископа, священно действует и в городской церкви, приемляет честь ради попечения нищих. Правило пятнадцатое некий Сарийского собора. По первоначальному правилу диаконам седьми быть и должно Афии и Весна Великград. Всем удостоверен будешь из книги «Деяния апостольских». Правило святого поместного собора Гангрского. Правило первое. Ащи, кто порицает брак и женой верной и благочестивой с мужем своим совокупляющейся, гнушается или порицает оною, яко немогущую в нити царстве, да будет под клятвою. Правило второе. Ащи, кто с благоговением веры и едущего мяса, кроме крови и доложертвенного и удавленины, осуждает, аки бы по причине употребления оного, не имеющего упования, да будет под клятвою. Правило третье. Ащи, кто учит раба под предлогом благочестия презирать господина, уклоняться от служения и несусердием и всякой чести служить господину своему, да будет под клятвою. Правило четвертое. Ащи, кто о пристрите, расступившем в брак, рассуждают, яко не достоят пресещать эти приношения, когда таковы совершил литургию, да будет под клятвою. Правило пятое. Гангарского собора. Ащи, кто учит невозбранно пред небрегате Дом Божий, и бывающие в нем собрание, да будет под клятвою. Правило шестое. Ащи, кто кроме церкви особо собрание составляет и презирает церковь, церковное творить и хочет, не имея с собой пресвитера по воле епископа, да будет под клятвою. Правило седьмое. Ащи, кто церковное плодоприношение принимать или раздавать вне церкви хочет без воли епископа или того, кому поручены таковые и не по воле его творить хочет, да будет под клятвою. Правило восьмое. Ащи, кто дает или приемит плодоприношение мимо епископа или поставлено управлять благотворениями, и дающий, и приемлющий, да будет под клятвою. Правило девятое. Ащи, кто девствует или воздерживается, удаляясь от брака, якогнушающийся им, а не ради самой доброты и святыни девства, да будет под клятвою. Правило десятое. Гангерского собора. Ащи, кто из девствующих ради Господа, будет превозноситься над бракососветавшимися, да будет под клятвою. Правило одиннадцатое. Ащи, кто презирает творящих вечерей любви по вере и созывающих братью в честь Господа, и не хочет иметь общения в приглашениях, не с кем посчитая творимое, да будет под клятвою. Правило двенадцатое. Ащи, кто из мужей ради мнимого подвижничества употребляет суровую верхнюю одежду, якобы от всего получая праведность, осуждает тех, которые со благоговением носят шелковое одеяние и употребляют общую и обыкновенную принятую одежду, да будет под клятвою. Правило тринадцатого. Ащи некая жена ради мнимого подвижничества применит одеяние и вместо обыкновенной женской одежды облесется в мужскую, да будет под клятвою. Правило четырнадцатого. Ащи, которая жена оставит мужа и от этих восхочет, гнушаяся браком, да будет под клятвою. Правило пятнадцатое Гангерского собора. Ащи, кто детей своих оставляет и не питает и не приводит по возможности к подобающему благочестию, но под предлогом отшельничества не родит от них, да будет под клятвою. Правило шестнадцатое. Ащи, которые дети под предлогом благочестия оставят своих родителей наипаче верных и не воздадут подобающие чести родителям, да будут под клятвою. Впрочем, правоверие да будет ими соблюдаемо предпочтительно. Правило восемнадцатое. Ащи, которая жена ради мимого подвижничества острижет волосы, которые дал ей Бог в напоминании подчиненности, такова яко нарушающая заповедь подчиненности, да будет под клятвою. Правило восемнадцатое. Ащи, кто ради мимого подвижничества постится в день воскресный, да будет под клятвою. Правило 19 Правило 21 И воздержание с честностью и благотворением не унижаем. И простоту и малоценность одежды, употребляемых только ради попечения о теле неизысканного, похваляем. А из нежного в мягкой одежде хождения отвращаемся. И в доме Божии почитаем и собрания, бывающие в них, якосвятые и полезные, приемлем, не заключая благочестия в домах, но почитая всякое место, созданное во имя Божие, и хождение церковь Божий на пользу общеприемлем, и избыточествующие благотворения братьей по преданиям посредством церкви, нищим бывающим, ублажаем. И далечим, вкратце, желаем добывать в церкви вся принятая от божественных писаний и апостольских преданий. Правило Святого Поместного Собора Антиорхийского Правило первое Все дерзающие нарушать определение Святого Великого Собора в Никее бывшего, в присутствии благочестивейшего и боголюбезнейшего царя Константина о святом празднике Спасительной Пасхи, да будут отлучены от общения и отвержены от церкви, а все продолжат любопрительно восставать против доброго установления. И сиели все на амирянах, аси же кто из предстоятелей церкви, епископ или пресвитер или диакон, после всего определения дерзнет к развращению людей и к возмущению церквей особитесья, и с иудеями совершать и Пасху. Такового Святой Собор от меня уже осуждает быть и чуждым в церкви, яко соделавшегося не токмо виною греха для самого себя, но и виною расстройства и развращения многих. И не токмо таковых Собор отрешает от священнослужения, но и всех дерзающих быть в общении с ними по их извержении священства. Изверженные же лишаются и внешние чести, каковы были они причастны по святому правилу и Божию священству. 2. Все входящие в церковь и слушающие священное писание, но по некоему уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвращающиеся от причащения святые Евхаристии, 3. Да будут отлученные от церкви, да то ли, как исповедуются, окажут плоды покаяния, и будут просить и прощения, и таким образом возмогут получить и оное. 4. Да не будут же позволены иметь общение с отлученными от общения, ниже сходитесь в домы и молитесь с находящимися вне общения церковного. 5. Чуждающихся собраний одной церкви не приимайте и в другой церкви. 6. Аси же кто из епископов, или пресвитеров, или диаконов, или кто-либо из клира, окажутся сообщающимся с отлученными от общения, да будет и сам вне общения церковного, якопроизводящий замешательство в чине церковном. 7. Правило 3. Аси, который пресвитер или диакон, или вообще кто-либо из священного чина, оставит свой предел, придет в другой, потом совершенно переселяется, покусится прибытии в военном пределе долгое время. 8. Таковому не священно действовать, а наипаче, когда собственный его епископ призывает его и убеждает возвратиться в свой приход, а он не повинуется. 9. Аси же упорствовать будет в бессении, то совершенно да будет извержено от священнослужительства, без возможности восстановления в прежний чин. 10. Аси же изверженного по сей причине приимет иной епископ, то и сей да подлежит эпитемии от общего собора, яконарушитель церковных постановлений. 10. Правило 4. Аси, который епископ, изверженный отца на собором, или пресвитер или диакон своим епископом, дерзнет совершать какую-либо священную службу, 11. Епископ ли по-прежнему своему обычаю или пресвитер или диакон, таковому отнуть не позволяется на другом соборе ни надежды восстановления в прежний чин иметь, ни же допринесения оправданий допущено быти. 11. Но и все сообщающиеся с ним да будут отлучены от церкви, и на ипасе, когда, зная осуждение, произнесенное противовышреченных, дерзнет иметь и общение с ними. 12. Правило 5. Антиохийского собора. Аси, который пресвитер или диакон, презрев своего епископа, отлучит сам себя от церкви, начнет творить особое собрание и поставит жертвенник, а призываемый епископом не покориться, не восхочет ему повиноваться, и, будь призываемый единожды и дважды, не послушает, 13. Таковы да будут совершенно изверганы своего чина, и отнюдь не может до служения допущен быть и ниже пахи восприятий прежнюю свою честь. 14. Аси же упорен будет, возмущая церковь и восставая против ее, то как мятежник да будет укращаем внешней властью. 15. Правило 6. Аси, кто своим епископом отлучен от общения церкви, 15. Такового другим епископам не прежде принимать и в общение, разве когда своим епископам принят будет, или когда составится собор, и он, представ, принесет оправдание и, убедив собор, получит от него иное себе решение. 16. То же определение да соблюдаются для мирян и для пресвитеров и для диаконов и для всех состоящих в клире. 17. Правило 7. Никого из странных не принимать без мирных грамот. 18. Правило 8. Сельские пресвитеры не посылают канонических посланий, разве только к соседним епископам послания посылают. 18. А сущие без порока хора епископа дают мирные грамоты. 19. Пояснение. 19. Под именем каноническим, то есть с церковными правилами определенных посланий. 20. Разумеется, письма или грамоты, даваемая от епископа клириком, идущим в епархии другого епископа. 21. По предосторожности, чтобы мирянин не был принят за клирикой, или отлученный от служения церковного не был допущен доонного по неведению. 21. Правило 9. В каждой области епископам должно ведать и епископы. 22. В митрополии начальствующего и имеющего попечение всей области, так как в митрополию отовсил истекаются все имеющие дела. 23. По всему рассуждено, чтобы он и чести преимуществовал, и чтобы прочие епископы ничего особенно важного не делали без него, подрежли принятому от отец наших правилу. 24. Кроме того, токмо, что относится до епархии, принадлежащей каждому из них, и до селений, состоящих в ее пределах. 25. Ибо каждый епископ имеет власть в своей епархии, ибо управляет ею с приличествующей каждому осмотрительностью, ибо имеет попечение всей стране, состоящей в зависимости от его града, 26. Ибо поставляет пресвитеров и диаконов, ибо разбирает все дела с рассуждением, далее же да не покушается что-либо творить без епископа митрополии, а также и сей без согласия епископов. 26. Правило десятое антиохийского собора 27. Святой собор за благо рассуждал, чтобы состоящие в малых градах или селах предстоятели, или так именуемые хори-епископы, 28. Знали свою меру, хотя бы они, починуя епископства, прияли рукоположение, чтобы они управляли только подчиненными им церквами и ограничивали ими свое попечение и распоряжение, 28. Что поставляли скисов и подиаконов и заклинателей, и довольствовались производством токмоса и чины, 29. А поставлять пресвитера или диакона не дерзали без воли сущего в ограде епископа, которому подчинен хори-епископ и его округ. 29. А если же кто дерзнет приступить и сие определение, то да лишится и той чести, которую имеет. 30. Хори-епископ же допоставляется от епископа града, коему подчинен его округ. 30. Правило 11. А все, которые епископ или пресвитер, или вообще кто-либо из клира, без соизволения и грамот от епископа в области, 31. И наипасе от епископа митрополии дерзнет от ити к царю, таковы да будет отрешен, и лишен не токмо общения, но и достоинства, какое и имел, 31. А если же необходимая нужда заставит кого идти к царю, таковы да творится и с рассмотрением и соизволениями епископа митрополии, и против той области епископов, или напутствуются грамотами от них. 31. Правило 12. А если, который пресвитер или диакон, изверженный от своего сана своим епископом, или даже епископ, изверженный собором, 31. Держнет стужать слуху царскому, подобает ему обратиться к большему собору епископов. 32. И то, в чем мнится быть прав предложить множайшим епископам, и от них приятие исследования и окончательный суд. 33. А если же сих пренебрегших царю стужать будет, таковы да не удостаивается никакого прощения, но да не будет места его защищения, и да не имеет он надежды восстановления. 34. Правило 13. Некоторый епископ да не дерзает из единой епархии приходить в другую. 35. Не поставляйте кого-либо в церкви ее для совершения священнослужения. 36. Ниже приводите с собой других. Разве приводит, быв призван грамотами митрополита, и сущих с ним епископов, в область которых приходит? 36. А если никем не будь призван, вне порядка пойдет для рукоположения некоторых и для устояния церковных дел, до него не принадлежащих, то все содеянное им да будет невействительным, и он за бесчиняя своей, за безрассудное начинание, да понесет приличное наказание через немедленные извержения своего сына спятым собором. 36. Правило 14. А если который епископ будет судим в каких-либо винах, и слышится, что епископы этой области будут в разногласии о нем, одни признавая подсудимого невинным, а другие виновным, то ради прекращения всякого сомнения угодно Святому Собору, чтобы епископ Митрополий призвал из ближних областей некоторых других епископов, которые вновь рассудили бы дело и разрешили сомнения, дабы они куплены с епископами той области, утвердили то, что будет постановлено. Правило 15-го Антиохийского Собора А если который епископ, будучи обвиняем в некоторых проступках, судим будет от всех епископов той области, и все они согласно произнесут от него единый призовор, таковы другими епископами отнюдь да не судятся, но согласное решение епископов области да пребывает твердым. Правило 16-го Антиохийского Собора А если который епископ, не имеющий епархии, вторгнется в церковь, не имеющий епископа, и восхитит престол ее без соизволения совершенного Собора, таковы да будет отвержен, хотя бы его избирал весь народ, который он себе восхитил. Совершенный же Собор есть тот, на котором присутствует с прочими и митрополит. Правило 17-го Антиохийского Собора А если который епископ, прияв рукоположение во епископа, и быв определенно начальствовать и над людьми, не примет служение и не согласится пойти во врученную ему церковь, таковы да будет отлучен от общения церковного, доколе был спонужден, не примет служение, или доколе не постановит о нем какого-либо определения, совершенный Собор епископов в той области. Правило 18-е А если кто поставлен его епископа, не пойдет в тот предел, в который он поставлен, не по своей вине, но или по неприятию его народом, или по другой причине от него независящей, таковы да участвуют и в честь и служении епископом. Епископом Покма немало не вмешивается в дела в церкви, где пребывает, и даже дает, что определит о нем совершенный Собор той области по представлению его на и дело. Правило 19-е Епископ да не поставляется без Собора и присутствия митрополита в области. И когда сей присутствует, то лучше есть быть и купно с ним и всем той области заслужителем, и принеси митрополиту созвать их через послание. И ащи соберутся все, лучше есть. Ащи, если ей неудобно, то больше есть часть не отмена, да присутствует, или грамотами, да изъявит свое согласие, и так, а или с присутствием, или с согласием большего числа епископов, да совершится поставление. Ащи же инако, вопреки всему определению, поступлено будет, да не имеет никакой силы поставление. Ащи, поставление совершится по определенному правилу, а некоторые по своей любопрительности воспрекословят, да превозмогают решение множайших. Правило 20-е Антиохийского Собора Ради мысль церковных, ради разрешения сомнительных случаев, за благо признано быть и в каждой области соборами епископов дважды в лето. Первый раз по третьей седмице после праздника Пасхи, так, чтобы в четвертую седмице Пятидесятницы собор совершался, и Асенда напоминает ипархиальным епископам митрополит. Второму же Собору быть от пятого на десять дня месяца октоврия, который есть десятый и перверетия, есть ими месяца по сиро-македонскому календарю. К всем соборам да приступают пресвитеры-диаконы и все посчитающие себя обиженными, и от собора да приемлет суд. Но никому да не будет дозволено составлять соборы самим по себе без тех епископов, коими верены митрополии. Правило 21 Епископ от единого предела да не приходит в другой, ни по самовольному вторжению, ни по насилию от народа, ни по принуждению от епископов, но да пребывает в церкви, которую приял от Бога в жребии себе вначале, и да не приходит из нее по изреченному уже осень прежде определению. Правило 22 Епископ да не приходит в военный град, не подчиненный ему, ни в селение ему не принадлежащее, да для рукоположения кого-либо, и да не поставляет пресвятеров или диаконов в места, подчиненные другому епископу, разве только по соизволению епископа тая страны. А если же кто дерзнет на сие, то рукоположение да будет недействительно, и он да подлежит эпитемии от собора. Правило 23 И пусть епископу не позволяется вместо себя поставлять и другого, в преемника себе, хотя бы он был и при конце жизни. А если же что таковое соделано будет, то поставление да будет недействительно. Но да соблюдается постановление церковное, определяющее, что епископа должно поставлять и не инаково, разве с собором и по суду епископов, имеющих власть произвести достойного по кончине приставшегося. Правило 24 Доброе дело есть, да церковное стяжание сохраняется для церкви со всяким тщанием и благою совестью, и с верою во все вицы и судью Бога, и распоряжать и он им с рассуждением и властью и приличествует епископу, которому уверены все люди и души собирающихся в церковь. Да будет же явно принадлежащая церкви, и открыто окружающим ее, пресвятерам и диаконам, так, чтобы они знали и не оставались в неведении о том, что, собственно, принадлежит церкви, и ничто от них не было сокрыто. Итак, а что случится епископу, представитесь от жития сего при очевидности принадлежащего церкви, и оно не будет расточено и утрачено, и собственность епископа не будет потревожена под предлогом принадлежащих церкви вещей, ибо праведно, если угодно, пред Богом и человеками, чтобы собственность епископа предоставляема была, кому он восхочет, а достояние церкви ей сохраняемо было, и чтобы как церковь не терпела ущерба, так и епископ по предлогам достояния церковного не был лишаем своей собственности, или же, чтобы близкие к нему не вошли в тяжбы, а с тем вместе и он по смерти не подвергся бесславию. Правило 25 Антиохийского собора Епископу имейте власть над церковным имуществом, да распоряжает он им со всякой осмотрительностью и страхом Божиим на пользу всех нуждающихся, и сам да взимает из оного должную часть, а щемеет нужду на необходимые свои потребности и на потребности странно приемлемых им братьей, дабы они ни в чем не терпели решения по слову Божественного Апостола. «Имеющие пищу и одеяние, всеми довольны будем» 1 Тимофея 6.8 Ащи же всем не довольствуется, но обращает вещи на свои домашние потребности и доходы церкви или плоды принадлежащих ей полей, не по согласию пресвитеров или диаконов употребляет, а предоставляет над онами власть своим домашним и сродникам, или братьям, или сынам, отчего приметно происходит замешательство в церковных счетах, таковы ли представят отчет собору той области, и ащи и на кадонос будет на епископа, и на состоящих при нем пресвитеров, что они принадлежащие церкви или от полей, или от иной собственности церковной обращаются в свою пользу, с утеснением убогих, и с причинением нареканий и бесславия домостроительству церковному и правящим оноя таким образом, то таковы и да примут приличные исправления по рассуждению Святого Собора. Правило Святого Поместного Собора Ладикийского Правило Первое Свободно и законно соединившимся вторым браком, а не тайно совокупившимся, по прошествии непродолжительного времени и по упражнениям в молитвах и посте, должно по снисхождению даровать общение. Правило Второе Впадающим в различные согрешения и пребывающих в молитве, исповедании и покаянии, и от злых дел совершенно обращающихся, после того, как по мере согрешения дано им время покаяния, ради милосердия и благости Божией, вводить в общение. Правило Третье Недавно крещеных не подобает производить их чин священнически. Правило Четвертое Посвященные не должны давать в рост и взимать лихву, и так называемые инеолии, то есть половинный рост. Правило Пятое Ладикийского Собора Избрание в церковной степени не должно быть в присутствии слушающих. Правило Шестое Не попускать еретикам, коснеющим ереси, входить в Дом Божий. Правило Седьмое Обращаясь от ересей, то есть на ватиан или фатиниан, и четыре на десятников, как оглашенных, так и верных, по их мнению, приимать и не прежде, как проклянуть всякую ересь, особенно же ту, в которой они находились. И тогда уже глаголи мои у них верные, по изучению символа веры, да будут повазаны святым миром, и так опрещающаются святых тайн. Правило Восьмое Обращающихся от ереси так называемых фригов Второй Вселенский Собор Правило Седьмое Хотя бы находились в мнимом у них хлире и величайшими именовались Со всяким чтением оглашать и крестить епископам и пресвятерам церкви Правило Девятое На кладбище всяких еретиков или так именуемые у них мученические места да не будет позволено церковным ходить для молитвы или для врачевания, а ходящим, ащи суть верные, быть и лишенными общения церковного на некое время. Кающихся же и исповедующих якосы грешили при мати вообщения Правило Десятое Ладикийского Не должно церковным без разбора совокуплять и детей своих брачным союзом с еретиками Правило Одиннадцатое Не должно поставлять в церкви так именуемые в пресвете Риды Старицы или Председательницы Правило Двенадцатое Епископов По суду митрополитов и окрестных епископов поставлять и на церковные начальства и при том таких, которые с давнего времени испытаны и в слове веры, и в житии сообразно правому слову Правило Тринадцатое Да не будет позволяемо сборищу народа избирать и имеющих произвестись во священство Правило Тринадцатое В праздник Пасхи не посылайте святых тайн в иные приходы в виде благословения Правило Пятнадцатое Правило Пятнадцатое Владикийского Собора Кроме певцов, состоящих в клире, на амвон входящих и по книге поющих не должно иным некоторым петь в церкви По изъяснению Альсамона правило сие запрещает мирянам только восходить на амвон и предначинать пение Правило Шестнадцатое В субботу читать и Евангелие с другими писаниями Правило Семнадцатое Не должно в церковных собраниях псалмы совокуплять и непрерывно един к другому но через промежуток по псалме быть и чтению Правило Восемнадцатое Едино и тоэжде служение молитву долженствует быть и всегда и на девятом часе и на вечерне По изъяснению Альсамона сие правило пресекает беспорядки некоторых которые на вечерне употребляли сверхпринятых церковью ими самими составленные молитвы Правило Девятнадцатое Подобает, во-первых, по беседах епископских Особо творите молитвы об оглашенных А по исшествии оглашенных быть и молитве о кающихся Когда же и сии придут под руку и отыдут тогда совершайте молитвы верных три Едину, то есть первую в молчании вторую же и третью с возглашением исполняти По всем уже мир подавати И когда пресвитеры дадут мир епископу тогда и мирянам взаимно мир подавати И так и совершайте святое приношение И единым токмо освященным позвольно входите в алтарь и тамо приобщайтесь Правило двадцатое Ладикийского собора Не подавая диакону сидеть и в присутствии пресвитера но с повелением пресвитера сестье Подобные диаконам имейте честь от иподиаконов и от всех председников Правило двадцать первое И подиакону не подобает быть и на месте диакона Вы касайтесь и священных сосудов Правило двадцать второе Не должно низшему служителю церковному арарь носите ни двери оставлять Правило двадцать третье Не должно чесам и лепесам арарь носите и так осчитать и петь Правило двадцать четвертое Не подобает освященному лицу от пресвитера до диакона и потом кому-либо из церковного чина даже до иподиаконов или чтецов или петьцов или заклинателей или дверников или от монашеского чина в корчемницу входить Правило двадцать пятое Не подобает иподиакону раздавать хлеб или благословлять чашу Правило двадцать шестое Непроизведенным от епископа не должно заклинать ни в церквах не в домах Правило двадцать седьмое Не подобает освященным лицам или пресетникам или мирянам призываемым на трапезы любви уносить от нее части Ибо сим присоединяется оскорбление церковному чину Правило двадцать восьмое Не подобает в храмах господних или церквах совершать и так именуемые трапезы любви И в доме Божьем есть и возлежание творите Правило двадцать девятое Не подобает христианам иудействовать и в субботу праздновать но делать им сей день А день воскресный преимущественно праздновать аще могут яко христианам аще же обрящицы иудействующие да будут анафема от Христа Правило тридцатого Ладикийского собора Не подобает освященному лицу или причетнику или монаху мыться в бане с женами ниже всякому христианину или мирянину ибо сие есть первое обвинение от язычников Правило тридцат первое Не подобает со всяким меритиком заключать и брачный союз или отдавать таковых сынов или щерей но пачи братья от них аще обещаются христианами быть Правило тридцат второе Не подобает от еретиков принимать благословения которые суть свои словия пачи нежели благословения Правило тридцат третье Не подобает молитесь и с еретиком или отщепенцем Правило тридцат четвертое Всякому христианину не подобает оставлять и мучеников Христовых и отходить к лжем мученикам которые то есть у еретиков находятся или сами еретиками были ибо сие удалено от Бога того ради прибегающие к ним да будут под клятвою Правило тридцать пятое Ладикийского Не подобает христианам оставлять церковь Божия и отходить и ангелов именовать и творить собрание все отвержено Того родящих кто обрящится упражняющимся в таковом тайном идолослужении да будет анафема Пане же оставил Господа нашего Иисуса Христа Сына Божий и приступил к идолослужению Пояснение осуждаются еретики не молящиеся Богу и Христу а только ангелам как бы творцам и правителям мира правило 36 не подобает освященным или председникам быть и волшебниками или обаятелями или числогадателями или астрологами или делать и так именуемое предохранилище которое суть узы душ их носящие же оное повелели мы извергать из церкви правило 37 не должно принимать праздничные дары посылаем от иудеев или еретиков и не праздновать с ними правило 38 не должно принимать от иудеев опресники или приобщаться нечестьем их правило 39 не должно праздновать с изыщниками и приобщаться безбожие их правило 40 правило 41 ладикийского епископам на собор призываемым не подобавить ни брещи но идти и вразумлять и вразумлять ко благоустроению церкви и прочего ащи же пренебрежет таковый то сам себя обвинит разве ащи по болезни останется правило 41 а священному или причетнику не должно путешествовать без правильной грамоты от епископа правило 42 а священному или причетнику не должно путешествовать без повеления епископа правило 43 не подобает слугам церковным и на малое время оставлять двери дабы в молитвословии упражняться правило 44 не подобает жене в алтарь входить правило 45 по двух седмица в четыре десятницы не должно принимать крещению пояснение правило сие относится к крещению возрастных которые по древнему обычаю совершалось в великую субботу кто с начала четыре десятницы или по крайней мере в течение двух первых недель ее не изъявлял решительного желания принять крещение и не начал готовиться тогда правило не позволяет принимать крещению того в сию четыре десятницу а ожидать дальнейшего усмотрения его усердия к вере правило 46 крещаемым должно изучать веру и в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресвитерам правило 47 в болезни приявшем крещение и потом получившем здравие подобает изучать веру и познавать якобы жественного дара сподобилися правило 48 подобает просвещаемым быть и помазуемым помазанием небесным и быть и причастниками царствия божия правило 49 не подобает четыре десятницу приносите святый хлеб разве токма в субботу и в день воскресный пояснение то есть не должно быть не должна быть полная литургия но может быть литургия прежде священных даров по 52 правилу 6 вселенского собора правило 50 ладий кийского собора четверток последней седмицы четыридесятницы не подобает разрешать и постах и всю четыридесятницу бесчестовывать и но должно во всю четыридесятницу поститься с сухоедением правило 51 не подобает четыридесятницу дни рождения мучеников праздновать но совершать память святых мучеников в субботы и в дни воскресные правило 52 не подобает четыридесятницу совершать и браки или праздновать и дни рождения правило 53 не подобает христианам на браке ходящим скакать или плясать но скромно вечерять и обедать как приличных христианам правило 54 не подобает священным или председникам зреди позоришные представления на браках или на пиршествах но прежде вхождение позоришных лиц восставайте им и отходите правило 55 не подобает священным или председникам слагаясь и делать пиршество не даже мирянам правило 56 Не подобает пресс-фитерам прежде входа епископа входить и сидеть в алтаре, но с епископом входить, кроме случая, когда епископ немощен или в отсутствии. Правило 57. Не подобает в малых градах и селах поставлять епископов, но периодевтов. Пояснение. Имя периодевта означает обходящего. Степенью он был пресс-фитер, а должность его была подобна тем, которая ныне означается наименованиями благочинного и миссионера. А поставленным уже прежде ничего не творить без воли епископа Града. Такожде пресс-фитерам ничего не творить без воли епископа. Правило 58. Не подобает епископам или педагогам. Пресс-фитерам совершать приношения в домах. Правило 59. Не подобает в церкви глаголот и псалмы несвященные или книги, неопределенные правилом, но токма в правилах означенные книги Ветхого и Нового Завета. Правило 60. Ладийский собор. Читать и подобает книги Сии и Ветхого Завета. Бытие мира. Исход из Египта. Левит. Числа второзакония. Иисус новин. Судьи. Руфь и Спирь. Царств первая и вторая. Царств третья и четвертая. Паралепоменон первая и вторая. Ездры первая и вторая. Книга псалмов 150. Приски Соломона и Клисиаз. Песнь песней. Иов. Двенадцать пророков. Исаия, Иеремия, Варух, Плач и Послания. Иезекииль. Даниил. Нового Завета. Евангелие 4. От Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Деяния апостольские. Послания соборных 7. Сии. Якова едино. Петра 2. Иоанна 3. Иодина едино. Посланий Павлов 14. Кремленам едино. К Каринтианам 2. К Галатам едино. К Кефесянам едино. К Филиппи Сиреям едино. К Калассианам едино. К Солунианам 2. К Евреям едино. К Тимофею 2. К Титу едино. И К Филимону едино. Правила Святого Поместного Собора Сардикийского. Правила первая. Осий. И епископ Града Кордувы рек. Подобавят из самых оснований искоренитие не столько худое обыкновение, сколько вреднейшее расстройство дел церковных. Никому из епископов да не будет позволено из Малого Града приходить его иный град. Ибо всем деле явно причина, для кое оно предприемлется. Потому что никогда не можно было обрести ни единого епископа, который бы из Великого Града в оград меньше переведен, быть и тщался. А все ли явствует, что таковые пламенные страсти многостижания возжигаются и гордости более работают, да получат большую, по-видимому, власть. И так будет ли угодно всем, да суровее наказуется таликое развращение. Мне уже, яко таковым, не должно иметь общение ниже наравне с мирянами. Все епископы рекли, угодно всем. Правило второе. Ась же обрящится кто-то лико безумен или дерзновен, яко возмнит некое извинение приносить и в таковом деле, утверждая, что от народа прислано к нему послание. Явно есть, яко могли немногие некие, прещенные воздаянием и ценою, аки бы желая иметь его епископом. Посему полагаю, сие ухищрения и козни все, конечно, наказывайте, да никто из таковых ниже при кончении своей не будет удостаиван общения, даже наравне с мирянами. Угодно ли мнение сие, отвечайте. И отвечали. Изреченные приемлем. Правило третье. Нужно сие присовокупить, и да никто из епископов не приходит из своей области во иную область, в которой есть свои епископы. Разве только мы будем позваны от братья, находящихся воной. Да не возмнится затворять и двери любви. Подобая же сие предусмотрете, аще в коей области кто-либо из епископов имеет дело с братом своим и с епископом. Ни который из них да не призывает в посредники епископов из иной области. Аще же кто из епископов в некоем деле окажется осуждаемым. Но возмнить себя не правое иметь и дело, а праведное. Да и паки возобновится суд. Да аще угодно вам любовью под чьим память Петра Апостола, и да напишется от сих судивших Кеулии епископу римскому. Да возобновится аще потребно суд через ближайших к той области епископов. И да назначит он рассмотреть или дело. Аще же обвиняемый невозможет представить и дело своего требующего вторичного осуждения. То единожды присужденное да не нарушается, но что сделано, то да будет твердо пояснение. Шестым правилом Первого Вселенского Собора по древнему обычаю предоставлены в подчинение римскому епископу многие епархии на Западе. Подобно как Александрийскому и Антиохийскому многие епархии на юге и на востоке. Согласно всем разделениям, оси епископ испанского города Кордувы, принадлежа к области римского епископа, предлагает относить на его рассмотрение сомнительные случаи западных епархий. И в всем смысле принял его предложение поместный Сардикийский Собор, не отступая от шестого правила Первого Вселенского Собора. Правило Четвертое. Аси, который епископ, судом епископов, соседстве находящихся, извержен будет отца на Ерисет, что он пайки возлагает на себя долг оправдания, то не прежде поставляйте другого на его место, разве когда епископ римский, дознав дело, произнесет свое определение по оному. Правило Пятое Сардикийского Собора. Аси будет, на которого епископа донос, и епископа окрестное, собравшись, не изложит его с его степени, а он, перенося дело, прибегнет к блаженнейшему епископу римской церкви, сей же восхочет в нити ему и признает праведным возобновить исследование дела о нем, то должно и сие положить, и да благоволитно писать и в сопредельном той области епископам, дабы они тщательно и с подробностью вникнули во все обстоятельства, и по убеждении в истине произнесли суд о деле. Аси же, кто востребует, чтобы дело его паки высушено было, и попрошение его заблагорассуждено будет римским епископам от себе послать и присвятеров, да будет во власти сего епископа, пока лику за лучшее и должное признает и определит «Для суждения вместе с епископами послать и заступающих место пославшего». Или же Аси достаточным признает бывшее рассмотрение и решение дела о семье епископе, да учениц, что благоразумнейшему его рассуждению за благо возмнится. Отвечали епископы. Изреченные приемлем. Правило шестое. Сардикийского собора. Аси в единой области, имеющей многих епископов, скушиться единому епископу замедлите, и он по некоему небрежению не восхочет быть и в собрании, и согласиться на постановление епископов, собравшееся же множество людей, будет просить, да поставится требуемый ими епископ. Подобает, во-первых, через послание к Зарха области, разумея епископа митрополии, воспомянуть ионному замедлившему епископу, якоб просят люди дать им пастыря. За благо признаю ожидатель, да прибудет и он. Аси же и через послание бы впрошен и приедет, и ниже отпишет, то подобает удовлетворить и желанию народа. Но и от ближней области должно призвать и епископов к поставлению епископа митрополии. Напротив того, отнюдь да не будет позволено поставлять и епископов в какое-либо село или в малый город, для коего давляет и един пресвитер. Ибо не нужно поставлять и там и епископов, да не уничижается имя епископа и власть. Но епископы области должны, как изречено мной выше, епископов поставлять и в те грады, в которых и прежде были епископы. Аси же обрячется некий град, многим числом людей, талико возрастший, что признан будет достойным иметь и епископа, да примет. Согласны ли на сие все? Отвечали все, согласны. Правило седьмое. Оси епископ Рек. Безвременные, весьма частые и несправедливые прошения наши сделали то, что мы не имеем таликой благодати и дерзновения, как вы иметь и долженствуем. Ибо многие из епископов не предстают приходить и в воинский стан, а на и паще африканские, которые, как мы уведали от возлюбленного брата нашего соепископа Грата, полезных советов не приемлют. Но презирают так, что един человек приносит воинский стан прошениям множайшие и различные. Немогущие бытия на пользу церквам способствует и покровительствует не бедным и простолюдинам или вдовицам, как было бы должно и прилично, но мерзких достоинств и должностей ищет для некоторых. Таковое невежество причиняет нам ущерб, не без соблазна некоего изозора. Приличней, чем же почитаю, чтобы епископ помощь свою подавал тому, кто от кого-либо утесняется, или если которая вдова обиду претерпевает, или сирой кто-либо лишается принадлежащего ему, если при том и по сим предметам прошение будет справедливое, ащу бы возлюбленные братья угодно сие всем, то утвердите, як и ни единый епископ не должен приходить и в воинский стан, кроме тех, которых благочестивейший царь наш призовет своим писанием. Но по елику многократно случается, что некоторые за преступления свои на заточение или на остров осужденное, или иному какому-либо осуждению подверженное, прибегают к церкви, требуя милосердия. Таковым не надлежит отказывать в помощи, но немедленно и без сомнения просить для них снисхождение. Аси сие угодно преподайте на сие согласие все. Ответствовали все, да будет постановлено и сие. Правило восьмое. По елику было рассуждаемо, дабы кто из епископов не подпал осуждению, приходя в воинский стан. Всего родящие, которые из них имеют такие прошения, а каковых мы выше упомянули, да предпосылают их через своего диакона. Ибо служебное лицо не подлежит укорению и скорее может донести то, что ему поручено будет. Ответствовали все, и сие да будет постановлено. Правило девятое. Аси, которые в области епископа, брату и саепископу своему доставят прошения, то, пребывающие в большем граде, то есть в митрополии, да препроводят и диакона их, и прошения, дав ему и представительные письма, то есть писав последовательно к братьям и саепископом нашим, пребывающим в то время в тех местах или градах, в которых благочестивейший царь лично распоряжает общественными делами. Аси же, кто из епископов имеет другов во дворе цареве и восхочет о чем-либо подобающем, просите, то да не возбранится ему через своего диакона и просите и заповедайте им, да подадут ему в его прошение благую помощь. Приходящие же в Рим, как выше речено мною, прошение, которое имеет принести царю, должны представлять возлюбленному брату нашему и соепископу Иулию, да первее рассмотрят, несут ли некие из них бесстыдны, и потом последованные воинские стан, присовокупляя свое предстательство и попечение. Все епископы ответствовали, як угодно им сие и приличнейший есть совет сей. Правило десятое Свердитического Собора Подобавится всякой точностью тщанием наблюдать, да богатый кто-либо или ученый от светского служения удостаиваемый епископом быти, не прежде поставляется, разве когда совершит служение чеса и диакона и пресвитера, дабы проходящий из каждой степени, ащи достойный признан будет, мог взыть на высоту епископства. Очевидно, что для каждой степени чина должно быть предоставлено не слишком малое время, в продолжении которого могли бы усмотрены быть его вера, благонравие, постоянство и кротость. «И он, быв признан достойным божественного священства, получил бы величайшую честь, ибо неприлично деразновенно легкомысленно приступать к тому, чтобы поспешно поставлять или епископа, или пресвитера, или диакона, и ни знания, ни поведения не дает на сие право. Понеже такового по справедливости пошли бы весьма новым 1 Тимофей 3.6 и не утвержденным наипасе, когда и блаженнейший апостол, который учителем языков был, является возбраняющим скорое поставление церковной степени, поели куда знания в должайшее время достовернее показать и может и поведение, и нрав каждого. Рекли все, яко им сие угодно, и сего нарушать отнюдь не должно. Правило 11. Епископ, когда от единого града приходит в другие граты, или от единой области в другую область, ради тщеславия подвязаясь о собственной похвале, или о совершении богослужения свящей важностью, и хочет прибытии там долгое время, так как епископ того града не искусен в учении, да не пренебрегает его, и да не проповедует часто счастья постыдить и уничижить лица местного епископа. Ибо сей предлог обыкновенно производит смятение и таковой хитрости, и епископ старается чуждый престол себе преобручить и восхитить, не колебляясь оставить порученную ему себе церковь и прийти во иную. И так должно на сие определить известное время по елику и не принимать епископа показалось бы делом не человеколюбимым и жестоким. При всем воспомините, что в предшествовавшее время отцы наши определили, асикто-мирянин пребывая в ограде, в три воскресные дни не придет в собрание, да будет удален от общения церковного. правило двенадцатого некоторые из братьев и епископов в оградах, в которые они поставляют свои епископы, имеют по-видимому очень малую собственность им принадлежащую. И в других местах стяжание великое, из которых могут вспомоществовать и бедным, полагаю, что если они восхотят прийти в свои владения и произвести собрание плодов, то надлежит позволить им сие с тем, чтобы они три воскресные дня, то есть три седмицы, пребывали в своих владениях, но чтобы в ближайшей церкви, в которой совершает службу пресвитер, присутствовали и служили, да не явятся остающимися без церковного богослужения, и чтобы нечасто приходили у оград, в котором есть епископ, ибо таковым образом и собственные их дела не потерпят никакого вреда от их отсутствия, и очевидно избегнут о необвинении в гордости и тщеславии. Все епископы рекли угодные сие постановления. О, сей епископ рек, аще кто диакон или пресвитер, или кто-либо из причетников, будет лишен общения церковной, прибегнет к иному епископу, знающему его, знающему и то, что он своим епископом удален от общения, не подобает с обидой для епископа и брата своего подавать ему общение. Аще же дернет сие сотворитель, да знает, что подвергает себе ответу перед епископами, когда они соберутся. Правило 14. Аще обрящется некий епископ, склонный ко гневу, что в таковом мужу не должно иметь места. И внезапно был раздражен на пресетера или диакона восхочет изринуть некоего из церкви. Подобав предохранение употребить, да не то час таковый будет осуждаем и решаем общение. Все епископы рекли, извергаемый, да имеет право прибегнуть к епископу метрополии той же области. Аще же епископа метрополии нет на месте прибегнуть к соседственному епископу и просить да с отчанием исследует дело, ибо не должно заграждать слуха от просящих. А епископ, он и праведно или неправедно изверший такового, благодушно сносить должен, да будет исследование дела и приговор его, или подтвержден будет, или получит исправление. Но прежде нежели тщательно и верно исследованы все обстоятельства, отлученные от общения до рассмотрения дела, не должен присвоять себе общение. Ахи же сошедшиеся некоторые из клира увидят в нем пренебрежение власти и надменность, то поелику неприлично попускать обиду или неправедное порицание, долженствует несколько суровыми и тяжкими словами обращать его к порядку, да соблюдается покорность и повиновение повелевающему должное. Ибо как епископ обязан являть подчиненным искреннюю любовь и расположение, таковым же образом и служащие обязаны непритворно исполнять долг служения епископом. Правило 15-е Средикийского. Ахи, который епископ из иного предела чуждого служителя церкви восхочет поставить на какую степень без соизволения его епископа, то таковое поставление это посчитается недействительным и нетвердым. Ахи же некоторое сие позволяет себе, то от братья и саепископов должны быть и увещеваемы и исправляемы. Рекли все, и сие определение да будет непоколебимо. Правило 16-е. Айетий епископ Рек. Не безызвестно вам, какова и сколь велика фессалоникийская метрополия. Часто приходят вону из иных епархий пресвитеры диаконы и недовольствие с кратковременным пребыванием остаются и всегда все жительства там и имеют или едва после весьма долгого времени принужденно бывает возвратиться к своим церквам. Итак, Иосиф определение быть и должно. Оси епископ сказал те определения какие поставлены относительно епископов да сохраняются и относительно сих лиц. Правило 17-е. Аси который епископ претерпел насилие неправильно извержен будет или за свои познания или за исповедание кафолической церкви или за то, что защищал истину и избегая опасности будучи невинен и обвинению подвержен приедет военный град то заблаго рассуждено да не возбраняется ему пребывать и там одоколе не возвратиться или возможно обрести избавление от нанесенной ему обиды ибо жестоко и весьма тяжко было бы не принимать и нам претерпевшего неправедного изгнания напротив того с особенным благорасположением и дружелюбием должно принимать таковых правило восемнадцатое гаэдэнти епископ рек знаешь брат аетия что при поставлении твоего епископа процветал мир дабы не осталось неких следов разномыслия о служителях церкви благо бы темниться и поставленных мусием и эфтихианом по елику вон их никакой вины не обреталось всех приемати оси епископ рек мое я мерности мнение таково по елику долженствуем быть и миролюбивы и терпеливы и довольны ко всем иметь и милосердие то произведенных однажды в притч церковной некоторыми братьями нашими тогда тохма не приемати когда не восхотят возвратитесь к церквам которым наречены были эфтихиан же да не присвояет себе ниже имени епископа ниже мусей да не посчитается епископом а все же общение в чине мирян просить и будут всем не должно им отказывать рекли все согласны правило девятнадцатого гаэдэнти епископ итак ащи кто противность признанному всеми дерзнет что-либо иное творите стараясь угожать гордость и тщеславие паче нежели богу тот дознает уже что он поставляет себя по винным судебному ответу и теряет честь и достоинство епископа все отвечали сие мнение прилично и нам угодно правило двадцатое Сардикийского собора сие же наипачи дознано и исполнено будет таковым образом если каждый из нас поставленных епископами на припутьях или на путях водных увидели епископа вопрошать и будет о причине мимошествия и куда направляет он путь ящи ведает что он шествует воинский стан туда вопрошит по разрядам выше поставленным 7 8 9 правило сего собора ящи идет будучи зван по идущему ему никакого препятствия не будет ащи же под тщеславие как прежде речено любви вашей или по просьбе некоторых поспешает воинский стан то они на грамотах его да подпишет ниже да сообщается с таковым все ответствовали да будет определенно сие правило святого поместного собора карфагенского правило первое определение никейского собора всемирно дособлюдаются аврелий епископ рек сие определения так и имеется у нас в списках которые тогда отцы наши принесли с собой от никейского собора и последующие и нами принятое определение с сонным собором в точности сообразное по достоверению о всем дособлюдаются пояснение перед синим правилом читаны были на соборе символы правила никейского собора сверх же того фавстин епископ Пекенский местоблюститель римского епископа Ванифатия представил данное ему письменное наставление в котором предлагали собору правила о перенесении судных дел от епархиального епископа к римскому и соседним епископам которые в сей записи названы были правилами никейского вселенского собора на которые в самом деле были 5 и 14 правила поместного средикийского собора на сие отцы карфагенского собора ответствовали что они в своих списках никейского собора не находят всех правил и для разрешения сомнения положили истребовать верные списки правил никейского собора от 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 епископа антиохийского александрийского и константинопольского и дабы не оставить никакого сомнения в своем повиновении правилам никейского собора о предложении Аврелия епископа карфагенского изрекли настоящее правило правило второе по изволении Божьей первоначально подобает согласным исповеданиям исповедуйте церковную веру преданную нами всем славном собрании потом церковный чин по согласию каждого и всех в купе должно соблюдать и для утверждения же помышлений братья и соепископов наших недавно поставленных должно присовокупить и то что мы прияли от отцов яко твердое определение единство троицы то есть отца и сына и святого духа не имеет никакого различия познаваемого сие бумаг наших свято содержим и как научились так учить и будем людей Божиих правило третье о воздержании Аврелии епископ рече на прежде бывшем соборе когда о образе воздержания и чистоты вопрошено было заблагорассуждено что поставлены сии три степени то есть во епископа пресвитера и диакона через самое посвящение обязанное узами чистоты как прежде святым епископом и священником Божиим и левитом и служащим при божественных священодействиях воздержаны были во всем да возмогут получить чего в простоте просят от Бога дабы от апостолов преданные и от самой древности содержимые и мы подобно соблюдали правило четвертое рассуждено чтобы епископы пресвитеры и диаконы все прикасающиеся к святыням хранили целомудрие и воздерживались от жен пояснение приложение сего правила к епископам в совершенстве а к пресвитерам и диаконам с ограничением означено с подробностями в двенадцатом и тринадцатом правилах шестого вселенского собора правило пятое карфагенского собора подобает удерживать и похоть любостяжание которое никто не усомнится на реши матери всех зол никто не вступает в чуждые пределы и ради корысти да не приступает к пределам отеческих и никому из клира отнюдь да не будет позволено брать рост от какой бы то ни было вещи представленное же вновь как неясное и совсем сокрытое будет нами рассмотрено и о том составится определение а что божественное писание постановило весьма ясно о том не мнение должно испытывать но паче последовать тому что укоризнено в мирянах то кольми паче достойно осуждения в принадлежащих клиру весь собор рек никто никто от пророков никто против евангелия не действовал безбедно провел шестого совершение мира и освящения дев да не творит пресвитер и примирять из церковью кающихся открыто на литургии да не будет позволено пресвитеру всем угодно Правило седьмое. Должно ли принимать таковых или нет? От всех епископов речено, аще опорочен таковый, то не принимать. Правило девятое. Аще, который епископ или пресвейтер примет в общение праведно изверженных за свои преступления из церкви, да будет и сам повинен равному осуждению с уклоняющимися от правильного приговора своего епископа. Правило десятое. Аще, который пресвейтер от своего епископа осужденный, вознившись над мнением неким и гордостью, должен быть и возменит отдельно приносить и Богу святые дары или умыслит воздвигнуть иной алтарь, вопреки церковной вере и уставу. Таковый да не будет оставлен без наказания собор рек. Аще, который пресвейтер против епископа своего возгордясь, сотворит раскол. Да будет анафема. Правило одиннадцатого. Аще, который пресвейтер в своем поведении осужден будет, таковый должен соседним епископам возвестить, дабы они выслушали дело, и дабы через них примирился он со своим епископом. Аще же сего не сотворит, но отчего да сохранит Бог, надбиваясь гордостью, удалит сам себя от общения со своим епископом и вместе с некоторыми, производя раскол, принесет Богу святое приношение. Таковый да будет признаваем находящимся под клятвою и да лишится своего места. Впрочем, с рассмотрением не имеет ли справедливые жалобы на епископа. Правило двенадцатое. Филикс, епископ, рек. Да внесется в правило, согласно с определениями древних соборов и сиящий, который епископ ежеда не будет, подвергнется некоему обвинению и по великим затруднениям не можно будет собраться многим епископам, то дабы он не оставался долго под обвинением, дослушают его на суде двенадцать епископов. При свитерах же шесть епископов и свой, а диакона три. Правило тринадцатое. Многие епископы, собравшиеся, да поставляют епископа, а по нужде три епископа, в каком бы месте ни были они, по повелению первенствующего, да поставят епископа. Ящик, кто поступит всем, либо вопреки своему согласию или предписанию, сам себя лишит чести. Правило четырнадцатого. Рассуждено, чтобы из Триполя ради скудости страны единый епископ приходил для местоблюстительства в собор. В соборе. И чтобы там на суде слушали при свитера пять епископов, а диакона три, как выше речено. Явно же есть, якобы председатель будет свой епископ. Правило пятнадцатого. Рассуждено так же, чтобы кто бы то ни был из епископов или пресвитеров, или диаконов, или председников, ащемея, возникшее в церкви дело обвинительное или тяжебное, отречется от церковного суда и восхочет оправдаться перед судилищами светскими, лишался своего места, хотя бы и в пользу его решение последовало. И сие по делу обвинительному, по делу же тяжебному, да лишается того, что приобрел по решению дела, ащи хочет удержать место свое. Правило шестнадцатое. Рассуждено так же, и сие, ащи от каких бы то ни было судей церковных, судное дело перенесено Бойдовым к другим судьям церковным, имеющим высшую власть. Да не будет никакого нарекания тем, коих приговор отменен будет. Ащи не будут, не могут быть обличены, яко или по вражде, или по пристрастию осудили, или неким угождением пресчены были. Правило семнадцатого. Ащи же по согласию обеих сторон судящихся избраны будут судьи, то хотя бы число их было менее определенного в правилах, да не будет позволено переносить суд к другим. Правило восемнадцатое. Детям священников не представлять мирских позорищ, и не зреть он их. Съезжие всем христианам всегда проповедуемо было, да не входят туда, где бывает хуление. Правило девятнадцать. Рассуждено, да не бывают епископы и пресвители дьякона откупателями ради корости или управителями, и да не приобретает пропитание занятием бесчестным или презрительным. Ибо это в большинстве взирате на написанное. Никто воинствуя Богу не обязуется куплями житейскими. Второе Тимофею двадцать. Правило двадцатое. Карфагенскую. С часов, приходящих в совершенный возраст, побуждать или ко вступлению в супружество, или к обету целомудрие. Правило двадцать один. Рассуждено так же, чтобы клирик, давший взаим деньги, столько же денег и получал, а давший вещи получал, сколько дал. Правило двадцать второе. Дьяконы, да не будут поставлены ранее двадцати пяти лет возраста. Правило двадцать третье. Часы во время богослужения, да не кланяются народу. Правило двадцать четвертое. За благо рассуждено, чтобы Мавритания, Сетиченская, имела своего первенствующего епископа, так как она просила о семь первенствующего епископа немедийские страны, от коей отделена собором. По согласию всех первенствующих епископов африканских областей и всех епископов, дозволено ей иметь своего первенствующего по ее отдаленности. Правило двадцать пятое Карфагенского. Заблагорассуждено такожде, рукополагаемому епископа или степени приста, рукополагающее предварительно довлагает в уши постановления соборов, дабы не поступали вопреки определениям собора и не раскаивались. Правило двадцать шестое. Положено, да не дастся Евхаристии телам скончавшихся. Его писано есть, примите, едите, но тела мертвых не принять, ни есть не могут. Такожде не подвигнется невежество пресвитеров крестить скончавшихся уже. Правило двадцать седьмое. Подтвердить подобает на всем святом соборе, что по правилам Никейского собора ради церковных дел, которые нередко отлагаются со вредом для народа, каждогодно был созываем собор, на который бы все, занимающие первые в областях кафедры, присылали от своих соборов двух, или сколько изберут епископов, вместо блюстителей. Дабы составившееся таким образом собрание могло иметь совершенное полномочие. Правило двадцать восьмое. А если кто из епископов подвергнется обвинению, обвинитель да представит дело к первенствующему в области, которое принадлежит обвиняемой, и да не будет обвиняемой, и отчужден от общения, разве когда, быв призван к ответу грамотой, не явится в суд избранных, судить его в назначенное время, то есть в течение месяца от того дня, в который по дознанию получена им грамота, а если же представит истинные и необходимые причины, препятствовавшие ему явиться к ответу против того, что на него представлено, то без предосуждения да имеет свободу к оправданию в течение другого месяца. Но по прошествии другого месяца да не приобщается ни к своей церкви, ни во всем пределе. Напротив того, доносителю на него аси никуда не отлучался в одни рассмотрения дела его, отнюдь да не возбранится общение. Но аси удалится и сокроется, то епископ да будет возвращен в общение, а сам доносителю да извинится от общения. Впрочем, так, чтобы не было отъято у него свобода, подтвердите обвинение, аси может доказать, яко не предстал к суду не по нехотению, а по невозможности. Все, впрочем, явно есть. Яко аси во время движения дела в суде епископов опорочено будет лицо доносителя, то не должно принимать от него обвинения, разве только он пожелает он рассмотрения своего собственного, а не церковного дела. Правило двадцать девятое. Аси пресвитера или диакона обвиняемы будут, то по собранию узаконенного числа из ближних мест избираемых епископов, которых обвиняемые вопросят. То есть при обвинении на пресвитера шести, а для диакона трех, вместе с теми собственно обвиняемых епископ исследуют принесенные на него обвинения с соблюдением тех же правил касательно дней и сроков и следования и лиц обвиняющего и обвиняемого. Дела же по винам прочих клириков единместный епископ да рассмотрит и окончит. Правило тридцатое. Заблагорассуждено, чтобы дети, состоящие в клирии, не совокуплялись браком с сизыщиками или сиритиками. Правило тридцать первое. Епископы, состоящие в клирии, да не усвоивают ничего тем, кое не суть православные христиане, хотя бы то были сродники. Ничего из своих вещей, как речено, да не упрощивают таковым посредством дара епископы, состоящие в клирии. Правило тридцатое карфагенское. Епископы не иначе, да отходят за море из Африки, в Италии и в Рим, как по разрешению своего по каждой области епископа первого престола, то есть взяв преимущественно от самого первенствующего епископа так именуемое отпустительную грамоту или одобрение. Правило тридцать третье. Постановлено такожи, да не считается ничто в церкви под именем божественных писаний, кроме писаний канонических. Канонические же писания суть сии, бытие, исход, левит, числа второзакония, Иисус-Новин, Сузии, Русь, Царств, четыре книги, Параллепоменон, две, Ио, Псалтырь, Соломоновых книг, четыре, Пороческих книг, два, двенадцать, Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Товия, Иудич, Исчир, Езры, две книги, Нового Завета, четыре Евангелия, Деяния, Апостолов, одна книга, Послание Павла, четырнадцать, Петра, Апостола, два, Иоанна, Апостола, три, Якова, Апостола, Едино, Иуда, Апостола, Едино, Апокалипсис, Иоанна, книга, Едино. Для твердости же, предлежащего правила, да будет извещено всем брат и сослужитель нашего Нефатии, епископ Римский, и прочие епископы тех стран, ибо мы прияли от отцов, что сие книги читали, читать и подобает в церкви. Аврелий, епископ Рек, к всем честнейшие братья при рассуждении о воздержании некоторых из склирок, кроме счастов, от своих жен, превосокупляя утвержденные на разных соборах, и по диаконам священным тайнам прикасающиеся, и диаконам, и присвители, такождея епископы, по свойственному каждой из всех степеней, правилу, да воздерживаются от жен своих, и да будут, яко не имеющие их, и аще всего не сотворят, то да будут извержены от церковного чина. Прочие же причетники, да не принуждаются к всему, разве в преклонных летах. Весь собор Рек, Ваши святыни, праведно распределяемые, яко приличные, священству и богоугодные, утверждаем. Пояснение. Все правила, подобно как четвертое всего собора, объясняются и дополняются двенадцатым и тринадцатым правилами Шестого Вселенского Собора. Правило тридцать пятое, Карфагенского. Положено, чтобы никто не продавал церковной собственности. Но аще сия собственность не приносит доходов, и настоит великая нужда, то представлять осемь первенствующего епископу области и с определенным числом епископов совещать, что учинить должно. Аще же таликая нужда настоит для церкви, яко невозможно совещать, если прежде продаяние. Тот и призовет епископ по свидетельству, хотя соседних епископов. И да попечется представить собору все прилучившиеся церкви и его обстоятельства. Аще сего не сотворит, то продающий явится повинным перед Богом и собором и лишится своей чести. Правило тридцать шестое. также подтверждено на пресвитеров или диаконов, обличенных в некоем тяжком грехе, неизбежно удаляющем от священнослужения, не возлагать рук яко накающихся или яко наверных мирян и не попускать им креститься вновь и восходить на степень клира. Правило тридцать седьмое. Определено также, чтобы когда пресвитеры и диаконы и прочие низшие пресветники по возникшим у них делам жалуются на суд своих епископов, выслушивали их соседние епископы, и чтобы с согласия собственных их епископов прекращали возникшие между ими неудовольствия приглашенные ими епископы. Того ради, ащи и от сих к высшему суду восхотят принести дело, да не приносят в суды по ту сторону моря, то есть в Италию и в Рим, но к первенствующим епископам своих областей, яка же многожды определенно сие и о епископах, а переносясь си дело к судам по ту сторону моря никем в Африке да не приемлется в общении. Правило тридцать восьмое. Угодно всему собору, чтобы отлученный за свое небрежение от общения епископли или кто бы то ни был из клира во время отлучения своего прежде выслушивания оправдания его, дерзающий приступать к общению, признаваем был произнесшим сам на себя приговор осуждения. Правило тридцать девятое. Положено обвиняемому или обвиняющему, опасающемуся некого насилия от беспокоенного многолюдства в том месте, где находится обвиняемый, избрать для себя ближайшее место, где не было бы ему трудности представить свидетелей, где и оканчивается дело правило сороковое Карфагенского собора. Определенно так же. Аси, которые, либо причетники и диаконы, будут непослушны епископам своим, хотящим по необходимым обстоятельствам своих церквей возвести их на высшие степени в церкви своей, таковые, да, не служат и в той степени, из которого возведены быть и не восхотели. Правило сорок первое. Определено. Аси, епископы, пресвитеры, диаконы или какие бы то ни было клирики, никакого стяжания не имеющие по поставлению своем во время своего епископства или клиричества, купят на имя свою землю или какие-либо угодия, то да подсчитаются похитителями стяжаний господних, разве токмоприяву вещания отдадут он и от церкви. Аси же, что дойдет к ним в собственность, по дару от кого-либо или по наследию от родственников, с тем да поступят по своему произволению. Аси же, и произволив дать и что-либо церкви, обратятся вспять, да будут признаваемы недостойными церковной чести и отверженными правила 42-е. Определено также, что пресвитеры без соизволения своих епископов не продавали вещей церкви, в которой посвящены, равные епископам непозволительно продавать церковную землю без ведома собора или своих пресвитеров. Того ради, кроме нужды, и епископу непозволительно расточать вещи, находящиеся в церковной описи. Правило 43-е. О том, як о ничто исположенного на японском соборе не требует исправления. Эпигоний епископ рек. Всем сокращениям, извлеченным изъяний японского собора, ничего не признают требующим исправления или дополнения, разве только, чтобы день Святые Пасхи предвозвещаем был во время собора. Пояснение. Сие правила есть местное, но принадлежит к общему церковному законоположению, потому что служит свидетельством власти большего собора исправлять определение меньшего. Правило 44-е. Епископы и клирики да не позволяют детям своим отходить на свою волю через отделение их от себя, а несовершенно полагаются на их нравы и возраст, да вы впоследствии грехи их не пали на самих родителей. Правило 45-е Карфагенского. Епископы и пресвитеры и диаконы не прежде допоставляются, разве когда всех в доме своем соделают православными христианами. Правило 46-е. Светилища да не приносится ничто кроме тела и крови Господни. Яко же и сам Господь предал, то есть кроме хлеба и вина водой растворенного, начатки же или мед или молоко по обычаю да приносятся в один известный день, как таинственное знамение младенцев. Хотя же все вещи приносятся к алтарю, впрочем да имеет собственно свое благословение, отделяясь от святыни тела и крови Господней. Начатки же да не приносятся ни от чего, кроме винограда и пшеницы. Часть всего правила о молоке и меде исправил 6-й Вселенский Собор своим правилом 57-м. Правило 47-е. Клерики или воздержники ко вдовам или к девам да не входят, разве с разрешения и согласия епископа своего или пресвятеров но и всем случае да входят не одни а с другими клириками или с теми с которыми епископ или единые пресвитеры имеют вход к таковым женам или же добеседовать с ними там где присутствуют клирики или некие почтенные христиане пресвят правило 50-е карфагенского собора святое таинство алтаряда совершается людьми неядшими исключается из всего единый в году день в который вечер господне совершается ащи же память будет неким в вечернее время скончавшихся епископов или прочих тогда совершится она молитвами токма когда совершающие он окажутся обедавшими пояснение что и литургия великого четверга хотя позже обеденного времени но также неядшими должна быть совершаемость и сказуется всего же собора в правиле 58-м и 6-го вселенского собора в правиле 29-м правило 51-е епископы или клирики в церкви да не пиршествуют разве случится по нужде странствование вне отдохновения иметь и мирянам елико можно да возбраняются таковые пиршества правило 52-е кающимся время покаяния по различию грехов да назначается судом епископов пресвитер же без боли епископа не разрешает кающегося разве во время надлежащие нужды в отсутствие епископа на всякого же кающегося аще преступление его было явное и гласное смущающее всю церковь да возлагаемо будет рука в притворе храма правило 53-е девы посвященные богу когда разлучаются с отцами соблюдавшими их по печеньям епископа или в отсутствии его пресвитера да будут поручаемы честнейшим женам или живя купно да хранят взаимно друг друга дабы скитаясь повсюду не повредили доброй славе церкви правило 54-е болящие которые за себя отвечать и не могут да будут крещаемы тогда когда по их изволении изрекут свидетельство о них другие под собственной ответственностью правило 55-е карфагенского позоришные и глумящиеся на зрелищах и прочие таковые лица или отступники кающиеся и обращающиеся к Богу да не лишаются благодати или примирения правило 56-е позволяется и впредь считать страдания мучеников во дни когда совершается ежегодная память их правило 57-е о донатистах и о детях крещенных донатистами заблагорассудили мы да попросим братья и сослужителей наших Сирения и Симпликиана о младенцах токмок крещенных донатистами дабы то что соделано над ними не по их произволению а по заблуждению родителей не препятствовало производству их служения святого алтаря когда обратятся к церкви Божией спасительным расположением правило 58-е анарад и урван епископы страны Мавритании Ситифенске рекли мы слышали о никейском исследовании веры о священнодействии случающемся после обеда истина есть да неядшими достойно совершается и тогда утвержденно сие правило 59-е по данному нам поручению предлагаем и сие определенный на соборе бывшем в капуе як и непозволительно быть перекрещивание или препоставление или прихождение епископов на иный престол кресконе епископ прокенского села презрев народ своей паства вторгнулся в церковь в Вененскую и даже до ныне многожды был увещаем по правилам не восхотел оставить сию церковь который вторгся а всем возвещенные выше мы слышали как достоверное и по заповеданному нам просим вашего благоволения преподать нам разрешение да будет позволено нам по требованию необходимости для украшения его приступить к начальнику страны по повелениям славнейших царей дабы не восхотевший покориться кроткому увещанию вашей святыни и исправить нетерпимое немедленно остановлен был властью правительства Аврелий епископ Рек по соблюдению установленного обряда таковы да не признается принадлежащим собору ащи кротко прошен быв вашей любовью отрешется оставить место или восхищенное пониже своим призорством и непокоривостью подпал светской власти а нараты урван епископа Рек и угодно ли сие всем все епископы отвечали справедливо угодно правило 60 карфагенского да соблюдается древний чин менее трех епископов как определенно в правилах да не признаются довольными для поставления епископа правило 61 подобает определите сие ащи когда приступим к избранию епископа возникнет некое прикословие пониже были у вас в рассмотрении таковые случаи дерзновенно будет трем токмаса братися для оправдания имеющего рукоположиция но к учреченному числу да присоединиться едиными два епископа и при народе которому избираемый имеет быть и поставлен во первых да будет исследование о лицах прикословящих потом да присовокупиться к исследованию объявленное ими и когда явится чистым перед лицом народа тогда уже до руку положиться все епископы рекли совершенно согласны правило 62 понежепамятуем яко давно уже признали мы должным в каждое лето собирать ради совещаний то когда соберемся воедино тогда день пасхи да возвещается через место блестителей обретающихся на соборе правило 63 анараты и урван епископы рекли словесно поручено также нам просить что по определению ипанийского собора якобы подобает во время собора каждой области посещаемой быть по порядку посещаемой была и мавритания что вы отлагали от года до года аврелий епископ рек тогда в мавританской стране мы не определили ничего по элику она лежит на краю Африки и сопредельно варварской земле да дарует же бог да возможен и не обещав о преизбытку сотворите сие и прибыти в страну вашу правило 64 епигонию епископ рек на многих соборах священным сословием определенно чтобы народ в приходах от епископов зависящий и никогда не имевший особого епископа не иначе получал своих правителей то есть епископов как по согласию епископа которому подчинен сначала ибо некие вступя в насильственное обладание некоторым местом отвращают сообщение с братьями когда же бывает за сие осуждаемы то как бы по некоему старому праву преовладания удерживать за собой владычество многих же из пресвятеров надменные и безумные подъемлет вы свои против собственных епископов пиршествами и злонамеренными советами возбуждая народ к тому чтобы он по бесчинной приязни их самих поставил правителями твоему вернейше братья Аврелия благоразумие мы обязаны тем наросито вожделенным последствиям что таковые покушения ты многократно останавливал вопреки злонамеренным умышлениям худым советам и соглашениям таковых людей предлагаю сие яко не подобает особого начальника приемати людям которые в так именуемом пределе подлежат древнему епископу и никогда особого епископа не имели всего ради аси всему святейшему собору угодно предлагаемое мною то да утвердиться Аврелия епископ рек изложению брата и со епископа нашего не прекословлю но исповеду яко сие и творил и творить буду то есть у единомысленных не только с карфагенской церковью но и со всем священным сословием ибо суть весьма многие соумышляющие со своей толпой которую они как сказано вводят в заблуждение льстяя ее слуху и ласкательством привлекая к себе людей зазорного жития патежен опущаясь и отделяясь от всего нашего сословия они опираясь на свою толпу многократно быв приглашены прийти на собор отрекаются бояся да не обнаружатся их нелепости того ради аще угодно предлагаю должно нам всяким образом подвязаться против них да не остаются в их власти не только таковые насильственно завладенные да со власти изгоняются они открыто и самый престол перевинствующих епископов да отвергает их ибо справедливость требует что прилипляющиеся ко всем братьям и ко всему собору не только мы удерживали за собой свой престол но еще получали во власть таковые спорные округи напротив же того чтобы мнящиеся быть и довольными своей толпой народа и братскую любовь пренебрегающие не только мы лишаемы были завладенных ими округов но и все как речено мной и собственно их места у них яко у мятежников были отъемлемы власти светских начальников а нарад и урван епископы рекли величайшее промышление вашей святыни в умы всех водрузилось и мне яко подобает ответом всех утвердить предложение ваше все епископы рекли согласны согласны правило 65 карфагенского собора никакой епископ да не усвояет себе чуждого клирика без рассуждения прежнего его епископа правило 66 аврели епископ рек слово мое примите братья многократно случалось что церковники просили у меня диаконов или прессвитеров или епископов памятая правила я следую им обращаясь к епископу просимого клирика и ему объявляю что клирика его просят принадлежащие той или другой церкви все доныни мне не прикосло или но добы сего и после не случилось то есть добы не воспротивились мне всем деле просимые мною понежеведаете что я имею попечение многих церквах и рукоположениях и кто бы ни был ему наименован епигоний епископ рек доброволие умеряет власть и вот ты братья менее дерзаешь нежели можешь всему показуя себя благо и человеколюбиво ибо твоему рассуждению предоставлены явить уважение лицу каждого епископа но також в первом и единократном сношении с ними ащи заблагорассудишь настоятельно то что состоит во власти сего престола поелику имеешь необходимость подкреплять все церкви всего ради не даем тебе власть но запечатлеваем оно твоим произволением да будет тебе позволено всегда брать кого хочешь и производить предстоятелей церквам и просих просимых откуда заблагорассудишь постумитиан епископ рек ащи кто имеет единого токма пресвитера неужели и сего должно от него отъять аврелий епископ рек по милости божией может единый епископ поставить многих пресвитеров пресвитер же к епископству способный неудобно обретается того ради ащи кто имеет единого токма пресвитера и притом достойного епископства то есть его единого должен отдать для рукоположения постумитиан епископ рек но ащи единый епископ имеет множество клириков то есть я множество другого долженствует помощи мне аврелий епископ рек подлинно как ты помог другой церкви так имеющий большее число клириков будет побужден из числа их уделить тебе для рукоположения правило 67 для каждого епископа подобающее охранено постановлением чтобы от определенного состава приходов ни единое место не было торгаемо и не получало особого епископа разве по согласию имеющего власть над оным а си же сей допустит чтобы известный округ получил собственного епископа то произведено на сие место да не простирает власти своей на другие округи ибо сей един был отделен от состава многих удостоен иметь честь особого епископства правило 68 ваше единодушие купно со мною сие правило изрек на соборе Аврелий епископ карфагенский памятует определенное на предшествовавшем соборе в малолетстве крещеные донатистами немногие не могшие тогда познать и каликогибель на заблуждение их но по достижении возраста способного к размышлению познавшие истины и безумием их возгнушавшиеся по древнему чину возложением руки доприемлются в кафолическую Божию церковь по всему миру распространенную нарекание прежнего заблуждения не должно быть препятствием принятия их в чин клиры когда они приступив к вере истинную церковь признали своею и в ней у верового Христа приняли таинство Троицы которое как ясно есть все истины святы и божественны и на которых утверждается все упование души несмотря на то что предварившая дерзость еретиков безрассудно стремилась нечто предать и противное под именем истины сие просто как учит святой апостол глаголи един Бог едина вера едино крещение и шестьянам 4.5 и то что единожды преподавайте должно непозволительно вновь воспринимайте всего ради по преданию анафеме имени заблуждения возложением руки да приемлиться в единую церковь которая по реченному есть голубица песня 2.3 единственная матерь христиан и в которой спасительны приемляться все таинства вечные и животворящие впрочем пребывающих в ереси подвергающие великому осуждению и казни что воистине светлее препровождало бы их к вечной жизни то в заблуждении становится для них более омрачающим и осуждающим всего некоторые избежали и познав прямой путь матери кафолистской церкви всем онам святым таинством по любви к истине поверили и он и приняли что таковые когда присоединится удостоверение в их добром житии без сомнения правильно могут утверждены быть в клире для служения святым тайнам особенно в таликозатрудительных обстоятельствах всего никто оспаривать не будет а все же некоторые тому же то есть донатову учению последовавшие клирики пожелают присоединиться к нам своим народом и в своих степенях из любви к чести подавая народу совет их жизни и удерживая за собой степени во спасение ко спасению то полагая оставить сие доколе вышереченные братья пояснение вышереченные братья которых мнение и совета ожидает здесь собор как видно из предшествовавших слов Авриила в деяниях всего собора суть Анастасии епископ Римский и Венере епископ Медиаланский мнение сих двух престолов Авриили находит нужным для сохранения церковного единомыслия потому что римские и медиаланские епископы прежде всего полагали не принимать в притч донатистов по внимательствам размышлений подадут свое мнение дабы они в своем благоразумнейшем совещании исследовали предмет нашего предложения и удостоили подкрепить нас в том что должно нам постановить о всем деле ныне же ограничиваемый сетокмо крещенными донатистов во младенчестве да согласятся вышелеченные братья аще им угодно с нашим решением чтобы рукополагать он их правило 69 подобает просить благочестивейших царей да повелят совсем искоренить останки идолов по всей Африке ибо во многих местах приморских и в разных владениях еще сохраняет неправедно силу сие заблуждения да будет заповедано и идолов истребить и капище их в селах и сокровенных местах без всяких благовидностей стоящих всяким образом разрушать правило 70 Карфагенского подобает просить благочестивейших царей да благоволят узаконить и сие а еще некоторые пожелают по какому-либо делу иметь суд в церкви по праву апостольскому принадлежащему церквам или может быть решением клириков одна сторона будет недовольна то да не будет позволено призывать в суд к свидетельству того клирика который прежде сие самое дело рассматривал или при рассмотрении он его присутствовал и даже никто из домашних лица церковного да не вводится в суд с обязанностью свидетельствовать правило 71 также подобает просить христианских царей и осем поелику вопреки божественным заповедям во многих местах от языческого заблуждения привнесенное пиршество совершается так что и христиане тайно привлекается язычниками к участию вон их то да повелят воспретить таковые пиршества и в городах и в селах а наипаче поелику в некоторых городах не страшаться всем образом согрешать даже в одни памяти блаженных мучеников и даже в священных местах сии дни что из реши стыд есть совершает на полях и на стогнах непристойное плясание и непотребными словами оскорбляют честь матерей семейств и целомудрия других бесчисленных благочестивых жен собирающихся во святой день так что от прибежища самые святые веры почти убегать нужно бывает правило правило семьдесят второе подобает просить также и о семь да воспретится представление позоричных игр в день воскресный и в прочие светлые дни христианской веры тем пасхи что в продолжение восьми дней святой пасхи народ более собирается на коне ресталища нежели в церковь должно применить определенные для позорищ дни когда они встречаются с праздничными и никого из христиан не должны принуждать к всем зрелищам правило семьдесят третье подобает просить и о семь да благоволят узаконить чтобы клерики в каком бы они ни были степени осужденного за какое-либо преступление судом епископов не было позволено защищать от наказания ни той церкви в которой он служил ни же какому-либо человеку а чтобы в наказании за сие положено было денежное взыскание или лишение чести и да повелят чтобы к извинению в том не был принимаем ни возраст ни пол правило семьдесят четвертое подобает просить еще и о семь аси кто восхочет от некоего игралищного упражнения приступить к благодати христово христианству и перебывать свободным отонных нечистот тогда не будет позволено никому склонять или принуждать такового паки к тем же занятиям правило семьдесят пятое карфагенского собора а а провозглашение в церкви отпущение на свободу оседозано будет якось и творят наши сослужители в Италии то по доверию к ним и мы допоследуем без сомнений их чину по открытому предоставлению сего дознания посылаем местоблюстителю не должно оставить без внимания дело Екития Екштия давно определением епископов по справедливому по справедливости осужденного афи случится посылаемому найти его в тех местах то сей брат нажды попечется в защиту церковного благоустройства действовать против него как должно и где возможно все епископы отвечали весьма согласно на сие предложение правило 77 о кротком обращении с донатистами в дознании и исследовании всего пользы церковности поспешистого темогущего помановения и внушения Духа Божия мы избрали за лучшее поступать свыше упомянутыми людьми кротко и мирно хотя небеспокойным своим разномыслием и весьма удаляется от единства тела Господня таким образом по возможности нашей это соделается совершенно известным для всех по всей африканским областям уловленных их общением и приязнью каким жалостным заблуждением они себя связали может быть тогда как мы скротостью собираем разномыслящих по слову апостола даст им Бог покаяния в разум истинный возникнуть от дьявольской сети бы уловлено от него свою его волю 2 Тимофей 2.25 правило 78 заблагорассуждено послать от нашего собора грамоты к начальствующим в Африке и приличным признано просить их о помощиствовании общей матери Кафарической Церкви в том случае когда власть епископов бывает пренебрегаема в оградах то есть чтобы они с начальственным полномочием и попечительностью и с усердием к христианской вере сделали исследование происшедшим во всех местах в которых максимионисты овладели церквами также и о тех которые ими отторжены и чтобы достоверные для всех сведения о сих происшествиях неотменно повелели внести записи народных дел правило 79 о принятии клириков донатистов клирка Фаллической Церкви напоследок заблагорассуждено послать грамоты к братьям и соепископам нашим и наипасе к апостольскому престолу на котором председательствует упомянутый достойно честимый брат и сослужитель наш Анастасий о том что по известной ему великой нужде Африки ради мира и пользы Церкви из самых донатистов клириков расположение свое исправивших и пожелавших прийти кафолическому соединению по рассуждению и извалению каждого кафолического епископа управляющего Церковью в том месте принимайтесь в своих степенях священство а в себе окажутся содействующим к миру христиан известно что и в предшествовавшее время так поступаемо было с всем расколом о чем свидетельствуют примеры многих и почти всех африканских церквей в которых возникло сие заблуждение сие делается не в нарушение собора бывшего о всем предмете и в странах лежащих за морем но чтобы сие сохранено было в пользу желающих всем образом прийти кафолической церкви дабы не было поставляемо никакой преграды их единению которые в местах своего жительства усмотрены будут всячески содействующими кафолическому единению к очевидной пользе душ братьев тем да не будет препона и определения постановленное против степеней их на соборе за морем ибо спасение не заграждено ни от какого лица то есть рукоположенные донатистами афии справясь восхотят приступить к кафолической вере да не будут лишаемы принятия в своих степенях по определению бывшего за морем собора но пасиды приемлются те через которых оказывается с поспешиствования к афолическому соединению правило восьмидесятое карфагенского собора о назначении посольства к донатистам ради соглашения к миру потом рассуждено что у пасид деяния для возвещения мира и единения без которого не может состояться спасение христиан из среды нас послать вместо блюстителей к епископам самих донатистов ащи каких они имеют или ких мирянам через их местоблюстителей доста делается известным всем что донатисты не имеют ничего благословного противокафолической церкви на и паси добоют раидостоверного доказательства явно всем через записи городских дел как сами они поступили с максиминистами своими отщепенцами всем случаясь вас хотят усмотреть от бога показано им яко они толико же неправедно отпали тогда от единения церковного калико неправедно как они вопьют отпали ныне от них макси мионисцы из числа тех которых они осудили явные власти собственного совета после того некоторых принимали в степенях священства и признавали крещение которые совершили осужденные и изверженные ими с ним доказуется сколь безумным сердцем сопротивляются они миру церкви по всему миру распространенные поступая так в пользу стороны донатовой и не почитая самих себя скверненными общением с теми которых они таким образом по нужде приняли с миром а между тем припираясь с нами то есть с кафолической церковью простирающейся даже до последних пределов земли и не мог что вразумить себя через нечистое общение с теми которых прежде сами все осуждали правило 81 заблагорассуждено до епископа и пресвитера и диаконы по правилам свойственным их степеням воздерживаются от жен которых уже имеют ащи же не сотворят всего да будут удаляемы от церковного чина прости же причетники да не принуждаются к всему но подавая соблюдать обычаи каждой церкви пояснение последние слова сего правила ясно показывают что произнесший его собор сам не признавал он его общим правилом для всех церквей более ясно и точное постановление вселенской церкви о семь предметей находится в 12 и 13 правилах 6-го вселенского собора правило 82 за благо рассуждено да не будет позволено никакому епископу оставлять главное место своей кафедры и отходить к какой-либо церкви в его епархии состоящей или более надлежащего упражняться в собственном деле и оставлять попечения и прилежания в своем престоле правило 83 о младенцах когда не обретаются достоверные свидетели сказующие якобы сомнений крещены суть и сами они по своему возрасту не могут удовлетворительно отвечать о преподанном им таинстве рассуждены якобы подобают без всякого сомнения крестить их дабы таковое сомнение не лишило их ощущения сей святыни все братья наши местоблюстители мавританские присоветовали потому что многих таковых покупает у варваров правило 84 заблагорассуждено также день поклоняемой пасхи возвещать всем через приписание под определениями собора день же собора дособлюдается тот самый который назначен на японском соборе то есть 21 августа и о всем должно написать к первенствующим всех областей дабы когда созывают собор у себя сей день оставлять неприкосновенным правило 85 карфагенского собора также определено да не будет позволено никакому временно управляющему епископу удерживать за собой престол который ему поручен яко временно управляющему по причине разногласия и распри в народе но датчицам в течение года избрать ему епископа ащи же вознеродита всем то по окончании года иной временно управляющий да изберется правило 86 заблагорассудили все по причине притеснения убогих которые непрестанно стужают церкви жалобами просить от царей да избираются для них под смотрением епископов защитники от насилия богатых правило 87 постановлено чтобы каждый раз когда надлежит собрать собору благовременно приходили наоны епископы которым не препятствует ни старость ни болезнь ни же какая-либо тяжкая необходимость и да извещается первенствующий каждый от своей области о всех епископах в двух или трех местах составляется собрание их и от каждого из сих частных собраний поочередно избираемые не отменно да придут ко дню собора когда же прийти не возмогут по множеству каких-либо затруднений как сие может случиться тащи не изъяснят своему первенствующему епископу встретившегося им препятствия даже таковые довольны быть общением своей токмо церкви правило 88 о крисконии в виларикентийском заблагорассуждено всеми от сели возвести первенствующего ему епископу нумидийскому доведает яко должен он своей грамотой увещать и вышереченного крисконтия о пришествии да не отлагает он предстательный ближайший общий африканский собор а сей же вознеродит прийти доведает яко суд на него изречен будет правило 89 оставление японийской церкви без правителей не долженствует долго быть в небрежении и поелику тамошние церкви находятся во власти тех которые отреклись от незаконного общения си ек с тем то заблагорассуждено послать от настоящего собора епископов Регина Алипия Августина Матерна Фиасия Еводия Плокиана Урвана Валерия Амвивия Фортуната Кодвул Диа Анарата Иануария Апта Анарата Ампелия Викториана Евагела Рогатиана им собрать и вразумить тех которые по упорству достойному порицанию полагают ожидать окончания бегства того самого екфтия и с общей молитвой поставить им епископа ащи же не восхотят сии помышлять о мире да не препятствуют избранию предстоятеля чтобы поставить его ради пользы церкви столь долгое время остававшейся без епископа правило 90 Карфагенского собора определено и сие когда на состоящих клири бывает донос и объявляются некоторые обвинения тогда части для отклонения нареканий на церковь частью ради достоинства клира по каковым причинам и оказывается им снисхождение части для избежания гордого злорадования еретиков и язычников ащи желают как и должно защищать свое дело и попищись о доказательствах своей невинности да учиняться в течение года в которые должны быть вне общения ащи же в течение года вознеродят очистить свое дело то после всего никакой глаз от них да не приемлется правило девяносто первое постановленный сиящий кто приемлет кого-либо из чужого монастыря и восхочет произвести его в клир или поставить игуменом своего монастыря то епископ так поступающий да будет удален от общения с прочими и да ограничится общением током со своей пастую а тот да не останется ни клириком ни игуменом правило девяносто второе определенные сиящи которые епископ еретиков или язычников сродников или не принадлежащих к сродству оставить наследниками своими и предпочет их церкви таковому и по смерти да будет изречена анафема и его имени никогда от иереев божьих да не возносится да не может быть ему в оправдании и то аще без завещания отыдется понеже быв поставлен епископом по приличию должен был учинить назначение своего имущества сообразное своему званию правило 93 рассуждено также о отпущениях на свободу бывающих в церкви да будет прошение к царю разумеется прошение о том чтобы таковые отпущения утверждены были царской властью правило 94 постановленные сие повсюду на полях и вертоградах поставлены якобы в память мучеников алтари при которых не оказывается положенным никакого тела или части мощей мученических да разрушатся аще возможно местными епископами аще же не допустят до сего народное смятение по крайней мере да будет вразумляем народ чтобы не собирался в онах местах и что правомыслящих таковых таковым местам не привязывались никаким суеверием и память мучеников совсем да не совершается разве аще где-либо есть или тело или некая часть мощей или по сказанию от верной древности преданному их жилище или стяжание или место страдания а алтари где бы ни были поставлены по сновидениям и суетным откровениям некоторых людей да будут всемерно отвергаемы правило 95 карфаген заблагорассуждено так же просить от славнейших царей да истребляется всяким образом остатки белопоклонства не только в изваяниях но и в каких либо местах или рощах или древах правило 96 всеми епископами речи наше заблагорассуждено будет писать и некие грамоты на соборе то достойно чтимый епископ предсидящий на всем престоле да благоволит от имени всех о чем рассуждено писать и подписывать грамоты ащи же епископам местоблестителям которых должно послать в африканские области по делу о донатистах да будут даны грамоты определяющие силу данного им поручения от силы которого и да не отступают правило 97 поелик общее сие дело на которое ныне обратил внимание брат и сослужитель наш доведает каждый из нас определенный ему от бога чин да поставленные после других поставленные отдают преимущество поставленным прежде и да не дерзают творить что-либо не вняв воли их всего ради предлагаю что приходит мне на мысль тех которые предебрегают поставленных прежде их и являет некую дерзость подобает всем соборам укращать по приличию к сантипи епископ первого престола нумидийского рек все присутствие братья высушив рассуждение брата и сослужителя нашего аврелия что на сие отвечает диатиме епископ рек что мнениями древних определенно то предлагается вашему согласию содержащиеся в деяниях прежних соборов карфагенские церкви вашим согласием вполне да подтвердится и всеми да соблюдается все епископы рекли сей чин был соблюдаем от отцов и от древних и от нас по изволению Божьей соблюдаем будет но прежде да сохраняется право первенствующих епископов нумидии и мавритании на основании нумидийского письменного хранилища и списка престолов потом угодно было всем епископам подписавшим определение сего собора чтобы список престолов и первоначальное постановление нумидийское находились и у первого престола и в митрополии Константине правило девяносто восьмое о ку од вулд де и кент в ряде как попрошению соперника его от представления его нашему собору он был опрошен хочет ли иметь дело пред епископами сперва соглашался на другой день отвечал что не хочет сего и удалился то угодно всем епископам да никто не приемлет в общении сего код вулд теа доколе дело его не получит окончание ибо прежде решения о нем дела отъять у него епископства не было бы угодно никому из христиан правило девяносто девятое о максимяне епископе вагенском рассуждено да пошлются от собора грамоты к нему и к посомам дабы он оставил епископство а они искали себе другого правило сотое карфагенского за благорассужденные сии отныне рукополагаемые в африканских областях да получает от рукополагающих грамоты рукой их подписанное со значением консула то есть года и дня рукоположения дабы не возникало никакого сомнения о младших и старших правило сто первое положено и сие кто хотя единожды считал в церкви тот другой церковью да не приемлется в клир правило сто второе все вы с обещанием предполагали что должно каждому из нас в своем граде или одному особо вступить в сношение с предводителями донатистов или присоединить к себе другого соседнего епископа дабы такожи вступить с ними сношение во всяком граде и месте при последствии начальствующих или первенствующих в тех местах всем если угодно да возвеститься все епископы рекли всем угодно правило сто третье епископ кафолической церкви без сомнения аврелий епископ карфагенский председательствующий на соборе рек приглашение которое от вашей честности должно препровождено быть донатистом благоволить и выслушать и в деянии включить и к ним послать дабы потом и их ответ через ваше деяние нам явлен был законно вступаем с вами в сношение быв послана от законного нашего собора желая возрадоваться о вашем исправлении ведаем бы любовь Господне рекшего Господа блажен миротворцы и окоте и сынови Божьи нарекутся воспомянул он так каждый через пророка да аси и хотящим нарицатися братьями нашими глаголем мы братья наши есть и так не долженствуйте вы уничижите сие от мирной любви происходящее наше напоминание аси что от истины имейте мните не усомнитесь о защищать ионное то есть соберите ваш собор изберите следы вас тех которым подобает верить дело оправдания вашего да и мы возможем тоже сотворите то есть да изберутся от нашего собора долженствующие с избранными из среды вас в известном месте в известное время мирно исследовать все подлежащее вопрошение и отделяющее вас от нашего общения и помощи Господа Бога нашего хотя поздно да восприимет конец закосневшее заблуждение да вы последуя человеческому уверению немощные души и несведущие не погибли в святотатственном разделении ибо аси братски сие примите то истина удобно явится аси же сие сотворите невосхостите то неверие ваше тотчас познается и по прочтению сего образа все епископы рекли совершенно согласны да будет так правило 104 наставление братьям фиасии и иводии назначенным посланниками от карфагенского собора к славнейшим и благочестивейшим самодержатам когда с помощью господни приступят они к благочестивейшим царям тогда явят им каким образом во время собора прошедшего лета старейшины донатистов с полной свободой посредством городских извещений приглашены были собратья дабы аси имея дерзновение защищать свое мнение избрали некоторых способных от числа своего мирно состязались с нами и кротости христианской несомненно показали аси что-либо от истины у себя удержали дабы таким образом кафолическая искренность и зрели сиявшая в прошедшие времена и ныне подобно дознана была из-за мешательства и упорства противоречащих но по елику они почти объяты были безнадежностью то ничего не дерзнули отвещать и так по елику епископский мирный образ действования на таковых употреблен и они не могши отвещать против истины обратились к нелепым насильственным поступкам так что многих епископов и многих пресетников да умолчим о мирянах стеснили наветами и в некоторые церкви вторгнулись а в другие также вторгнусь и покушались то царскому человеколюбию подлежит попистить чтобы кафолическая церковь благочестная утробой Христу их родившая и крепостью веры воспитавшая была ограждена их промышлением дабы в богочестивые их времена дерзновенные человеки не возгосподствовали над бессильным народом посредством некоего страха когда не могут совратить он и посредством убеждений ибо известны многократно законами оглашено что производят гнусные скопища отщепенцев всем многократными повелениями самих вышреченных благочестивейших самодержцев осуждено было посему против неистовства он их отщепенцев просим дать нам божественную помощь не необычайную и не чуждую святым писанием ибо апостол Павел как показано в истинных деяниях апостольских совмышления людей бесчинных препобедил воинской помощью итак мы просим о том да неукоснительно подав сохранение кафолическим чинам церквей в каждом городе и разных местах прилежащих к каждому владению подобает вкупе осем просить благочестивейших самодержцев да соблюдают законы из наиблаженной памяти отцом и феодосием о взыскивании по 10 фунтов златости ретиков рукополагающих и рукополагаемых та же из владельцев у которых будет усмотрено собрание их притом да повелят подтвердить он и закон с распространением силы его на тех против уноветов коих представили свидетельство приявшее попечение о кафолической церкви да вы по крайней мере с ним страхом от произведения расколов и от юридического безумия удержаны были отлагающие свое ощущение и исправление при помышлении о вечном наказании еще и о том подобает просить да будет благочестим их возобновлен до ныне существующий закон который отъемлет веритиков право взимать и что-либо или при рукоположениях или по завещаниям или оставлять и просто реши у ослепленных безумным своим предубеждением и хотящих пребывать в заблуждении донатистов да отымется власть или оставлять что-либо или взимать собственное а тем которые по мышлениям о единении мире восхотят исправить себе да будет решено и при существовании такового закона получать наследие хотя бы что в дар или в наследие досталось им еще тогда как они находились в юридическом заблуждении за исключением впрочем тех которые по призыванию к суду почти нужным прийти кафолической церкви ибо таковых полагать и должно яко не по страху небесного суда но по алкане земные выгоды пожелали кафолического единения сверх всего потребна помощь от властей каждой области но яси иное что усмотрят местоблюстители с поспешивающей церковной пользы сие делать и совершать даем полномочия правило 105 карфагенского пониже в карфагене токма совершила съединение то допошлются грамоты к начальствующим да и в прочих епархиях и градах повелят сие начальствующие прилагать тяние уединения от карфагенской церкви именем всей Африки допошлется к царской палате в грамотах епископов благодарение за отриновение донатистов правило 106 о том яко не быть и общему и всецелому собору разве по нужде рассуждено яко не есть необходимо втреть ежегодно утруждать братья но когда потребует общее то есть всей Африке нужда по грамотам откуда-либо приходящим к всему престолу тогда подобает быть собору в той области в которую призовет потребность и удобство дела не общие досудятся в каждой области порознь правило 107 а в озбранении переносить дела от судей добровольно избранных афи случится перенесение дела высший суд и недовольный первым решением изберет судей купно же с ним и тот против которого требует он нового суда то после всего ни к которому из них да не будет позволено перенесение дела в иный суд правило 108 о церковных исполнителях кроме всего заблагорассуждено просить да изберутся пять по всем нуждам церковным исполнителей которые дораспределятся по разным областям пояснение должность исполнителей вероятно состояла в настоянии чтобы определение начальства и суда не оставались без исполнения по уклонению или упорству правило 109 еще заблагорассуждено чтобы отправляемые от имени всех епархий посланники Викентии и Фортуна Тиан просили преславных царей да будет позволено учредить ученых и егдиков которые имели бы свои обязанности действования в защиту дел и которые бы якосвященные епархии приявшие на себя ходатайство по делам церквей свободно могли когда нужда потребует входить в присутствие судилищ для опровержения возражений и для представления того что нужно всей должности егдика части соответствует нынешняя должность духовного депутата при делопроизводствах по ведомству светскому правило 110 карфагенского рассуждено рассуждено по решению по решению всего собора каждой области первенствующего епископа и согласие того епископа в пределе коего состояла оная церковь правило 112 о народе и епархиях обращающихся от донатистов народ обращающийся от донатистов имеющий епископа поставленного без соизволения собора да будет несомненно удостоен иметь оного народа имевшему епископа и по смерти его не восхотевшему иметь и своего епископа но желающим по приличию присоединиться к епархии иного которого либо епископа не должно всем отказывать предложенные сие яко епископы прежде объявления царского закона о единении обратившие в кафолической вере народ которые имели в управлении должны удержать власть над оном по закону же единения и далее надлежит все церкви и пределы их и все какие могут оказаться принадлежности законно присвоенные тем церквам да будут утверждены за кафолическими епископами находящимися в тех местах которыми завладели еретики впоследствии обращающиеся к кафолической вере или не обращающиеся яси что некие из них присвоили себе после царского закона то долженствует возвращено быть правило 113 маврентий епископ рек прошу доназначиться судьями святейший августин флорентин фиаси сам психи секунд и посиди повелите чтобы сие определенно было для меня святой собор согласился на назначение просимых судей проще же судей нужных в дополнение узаконенного числа старец сантип предоставил избрать самим старцам новой германии пояснение по жалобе старцев новой германии на епископа маврентия он предстал собору для суда а обвинители не явились собор признал их достойными осуждения но по кротости церковной не произнеся он назначил суд в области которой принадлежит епископ по всему частному делу собор изрекает правило показывающие образ составления суда над епископом правило 114 о умиротворении церкви римской и александрийской о разногласии церкви римской и александрийской заблагорассуждено писать к святейшему папе инокентию добив обе церкви взаимно хранили мир который господь заповедует правило 115 карфагенского постановлено да по евангельскому и апостольскому учению не оставленный женой не отпущенное мужем не сочетается с другим лицом но или так когда пребывает или да примиряться между собою аще пренебрегутся и да будут понуждены к покаянию потребно есть просить да будет изо на семь для царский закон правило 116 постановленные сиеда совершаются всеми утвержденные на соборе молитвы как предначинательные так и окончательные и молитвы предложения или возложения рук и отнюдь да не приносятся никогда иные вопреки вере но доглаголятся те кои просвещеннейшими собраны правило 117 постановленное да аще кто из клира будет просить от царя рассмотрения себе в светских судилищах лишь он будет своей чести аще же будет от царя просить себе суда епископского отнюдь да не возбранится ему сие правило 118 кто был отлучен от общения церковного в Африке прокрадется в заморские страны дабы принято быть в общении тот подвергнется извержении склира правило 119 положено аще кто восхочет идти к царской палате то добудется ее означено в отпустительной грамоте посылаемой к церкви римской и оттуда еще да получит отпустительную грамоту к палате того ради аще получивши отпустительную грамоту до Рима только умолчав о нужде побуждающей его идти к палате восхочет прямо от этих палате да будет отлучен от общения аще там время откроется внезапная нужда от этих палате да явит он нужду епископу римскому и да принесет писание того же римского епископа в отпустительные грамоты от первенствующих или от каких бы то ни было епископов даваемые клириком их да вносится день Пасхи аще же день Пасхи того лета еще неизвестен то день Пасхи прошедшего года да будет означен подобно тому как в светских записях обыкновенно пишется после консульства правило 120 карфагенского рассужденные сие посылаемые от всего честного собора местоблюстители допросит преславных царей о всех что усмотрят о всем что усмотрят полезным против донатистов и еллинов и против суеверии их правило 121 на 7 соборе положено да не настоит единый епископ на решении своего суда деяния сего собора не написаны потому что рассмотрены были дела местные а не общие пояснения карфагенский собор которого правило здесь совокуплено не есть единовременный собор но цепь ежегодных соборов африканских епископов держанных под председательством карфагенского епископа всем правиле указания на сей собор относятся к годовому собору бывшему седьмое консульство императора Анория по краткости записи правила сей недовольно ясно Вальсамон полагает что оно должно быть понимаемо согласно с одиннадцатым правилом всего же карфагенского собора то есть когда предсвитер осужденный епископом жалуется на сие осуждение тогда епископ не должен один настоять на свое решение и усиливаться исполнить оное а должен предоставить дело рассмотрения полного собора или определенного в правилах числа епископов правило сто двадцать второе в сие время годом или двумя позже времени предыдущего правила издан закон да по свободному произволению каждый восприемлет подвиг христианства правило сто двадцать третье собор против ереси пилагии телестия признана всеми епископами карфагенской церкви представшими на святой собор которых имена и подписания внесены в деяние яко адам несмертным от бога сотворен аси же кто рисует яко адам первозданный человек сотворен смертным так что хотя бы согрешил хотя бы не согрешил умер бы телом то есть вышел бы из тела не в наказание за грех но по необходимости естества да будет анафима правило 124 определенно та же кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерни утробы детей или говорит что хотя они крещаются в отпущении грехов но от прародительского адамова греха не заимствует ничего что надлежало бы омыть баней эпохи бытия из чего следовало бы что образ крещения в отпущении грехов употребляется над ними не в истинном но в ложном значении то да будет анафима ибо речен апостолам единым человеком грех в мир вошел и грехом смерть и так смерть во всех человеков вошла в нем же все согрешили римлянам 5.12 подобает разуметь не инако разве как всегда разумела кафолическая церковь повсюду разлиянная и распространенная ибо по всему правилу веры и младенцы никаких грехов сами собой содевать еще не могучие крещается и истинного отпущения грехов да через пайки рождения очистится в них то что они знали заняли от ветхого рождения правило 125 карфагенского определенно та жальщик то речит яко благодать божия которая оправдывается в Иисусе Христе Господе нашем действительно к единому только отпущению грехов уже содеянных а не подает сверху помощи да не соделаются иные грехи таковы да будет анафема яко благодать божия не только подает знания что подобает творить но еще вдыхает в нас любовь да возможно мы исполнить что познаем правило 126 также а секторитет яко та же благодать божия я же Иисусе Христе Господи нашим помоществует нам к тому только чтобы не согрешать по елику ей открывается и является нам пока познание грехов да знаем чего должно искать и от чего уклоняться но что ею не подается нам любовь и сила к деланию того что мы познали должен творить таковы да будет анафема ибо когда апостол глаголит разум кичит а любовь созидает 1 коринстам 8 1 то весьма нечестиво было бы верить яко кичению нашему и имеем благодать Божию а к созиданию не имеем тогда как то и другое есть дар Божий и знание что подобает творить и любовь к добру которая подобает творить дабы при созидающей любви не мог кичить разум ибо как от Бога написано учай человека разуму псалом 93 10 так же написано и сие любовь от Бога есть 1 Иоанна 4 7 правило 127 определенно так же афик то речет яко благодать оправдания нам дана ради того чтобы возможно к исполнению по свободному произволению удобнее исполняли мы через благодать так как бы и не прияв благодати Божией мы хотя и с неудобством однако могли без нее исполнить божественные заповеди таковы да будет анафема ибо плодах заповедей не рек Господь без меня неудобно можете творить но рек без меня не можете творить ничего Иоанна 15 5 правило 128 также определено относительно извлечения святого Иоанна апостола аси речем яко греха не имеем себя прыщаем и истины нет в нас 1 Иоанн 1 8 кто должен возмнит разуметь сие так яко речет смиренно мудрия ради не подобает глагол яко греха неимом а не ради того яко истина есть тот добудет анафема ибо апостол продолжает и прилагает следующее аси же исповедуем грехи наши верен есть и праведен доставит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды 1 Иоанн 1 9 здесь весьма ясно показано что сие говорится не только посмиренно мудрию но поистине ибо апостол мог бы речи аси речем неимом и греха себе возносим и смирение несть в нас но когда рек себе пререшаем истины нет в нас тогда ясно показал что глаголище о себе яко не имеет греха не истинствует но лжет правило 129 определенное и сие аси кто речет яко святые в молитве Господне оставя нам долги наши Матфея 6 12 не о себе глаголит поелику им уже не нужно сие прошение но других грешных находящихся в народе их яко не глаголит каждый из святых особо остави мне долги моя но остави нам долги наша так чтобы сие прошение праведника разумелось а других пати нежели о нем самом таковы да будет анафему святый праведен был яков апостол когда рек много 3 сарс 8 46 и в книге святого Иова в руце всякого человека знаменает да познает всяк человек немощь свою Иов 37 7 посему також здесь святые праведны Даниил пророк в молитве множественно глагол согрешихам беззаконно вахам 9 5 Даниил и прочее что он там смиренно мудренно и истинно исповедует дабы не подумали как некоторые разумеют як он глаголит не о своих но паче о грехах людей своих то он по семь рек яко молихся исповедах грехи моя и грехи людей моих Господу моему Даниил 9 20 не хотел речьи грехи наша но рек грехи людей своих и грехи свои поелику пророк как бы провидел что явятся таковые люди худо разумеющие сие правило поместного собора карфагенского 130 Господу устами своими говорил яко хочет иметь отпущение сердцем же глагол яко не имеет грехов которые надлежало бы отпустить ему правило 131 за несколько лет перед всем всей церкви полным собором определено чтобы церкви состоящие в каком либо пределе прежде издания законов о донатистах соделавшиеся кафолическими принадлежали к тем престолам коих епископами убеждены были приобщиться к кафолическому единению а после издания законов присоединившиеся принадлежали к тем же престолам которым принадлежали будучи на стороне доната но поелику после возникли возникают между епископами многие распри о пределах о коих прежнее усмотрение мнится быть и несовершенным то ныне на всем святом соборе постановлено ась где-либо была церковь кафолической принадлежавшая стороне донатовой и они относились к разным престолам то в какое бы время ни последовало или последует там соединение прежде ли законов или после законов да принадлежат тому престолу которому принадлежала издревле там бывшая кафолическая церковь правило 132 о том как епископы кафолические обратившиеся от страны донатовой разделят между собой епархии разделять так а если епископа донатистов обратятся к кафолическому единению то поровну да разделят между собой пределы находящиеся в всем положении имеющие в себе народ той и другой страны то есть иные места да предоставятся сему а другие другому епископу так чтобы старший в епископстве разделял а младший избирал а если же случится быть единому месту то да предоставится тому которому в большей близости окажется а если же будет равна близок обеим престолам то поступят к тому которого народ изберет а а если слышится что христиане востребуют своего епископа и обратившиеся из страны до нато своего то избрание большим числом да будет предпочтено избрание меньшим числом народа а если обе страны будут равны числом избирающих то место да будет причислено к пределу старшего епископа а если обрящатся многие места имеющие народ обеих стран но они могут разделены быть и поровну поелику число тех мест неравное есть то во первых равное числом доразделятся потом же с оставшимся местом да будет поступлено как решено выше при рассуждении о едином месте правило 133 постанов постановленные сие а сих кто после издания законов обратил какое место к кафолическому единению и в продолжении трех лет имел она в своем ведении и никто она не требовала от него то после да не будет она от него взыскуема если притом сие трехлетие существовал епископ долженствующий взыскать и молчал а си же не было епископа то да не поставится в препятствии исканию внесения сего места в список приходов но когда вдов стоящая кафедра получит епископа да будет ему позволено взыскание того места в продолжении трехлетия подобным образом ащий епископ от стороны донатистов обратится к кафолической церкви список приходов да не будет ему в предосуждение до определенного срока но с того дня как обратился имеет право в продолжении трехлетия искать мест его престолу следующих правило 134 постановленные сие ащи которые епископы непосредством суда других епископов взыскуют общество которое почитает принадлежащими своему престолу но простирает власть на людей подчиненных другому епископу хотящих или не хотящих таковы да накажутся потерей своего дела то есть ащи которые учинились ей и ащи между епископами дело не кончилось соглашением но еще имеет о нем спор то да лишится спорного места тот о ком доказано будет яко оставив церковных судей учинил нашествие и да не льстит себе кто-либо тем як от первенствующего епископа имеет грамоту о принятии того места в свое ведение но хотя имеют грамоту хотя не имеет да учинить сношение с имеющим оное место в своем ведении и от него да получит грамоту дабы явно было что мирно удерживать за собой церковь ему следующую аси же и тот явит некое притязание то и сие да будет разрешено епископами судящими которых или первенствующим назначат или сами по согласию изберут из соседних епископов правило 135 карфагенского постановленные сие аси некоторые не брегут о приобретении кафолическому уединению мест принадлежащих престолу их да обличаются от соседних тщательных епископов дабы не отлагали сего дела того ради аси в продолжении шестимесячного срока а дня совещания всем ничего не сделают то после сего места места те да предоставятся могущему приобрести оное спрофим аси тот которому оные места показываются принадлежащими за полезное признавал не действовать по некоему усмотрению потому что сие предпочли еретики дабы он мог прият 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 кафолическую церковь без смятения народного а между тем другим предупреждено его действование употреблением которого ранее он более озлобил бы еретиков то по рассмотрению сего судящими епископами места те да будут возвращены престолу его когда судящим епископам надлежит быть из разных областей тогда судей назначит тот первенствующий епископ в области которого находится место подлежащее спору аси же по общему согласию избирать будут судьи из соседних епископов то или один да будет избран или три и аси три будут избраны и признаны то да покоряться решение или всех или двоих правило 136 от судей же по общему согласию избранных да не будет позволено переносить дело в высший суд а о ком дознано будет якобы упорству не хочет повиноваться судьям о том уведов епископ первого престола дает грамоту да никто из епископов не приемнет его в общении доколе не покориться правило 137 аси епископ не родить и будет о возвращении от еретиков принадлежащего церкви по спискам или самых кафедр то да увещают его соседние тщательные епископы и да покажут ему его небрежение дабы не иметь ему извинения аси же в течение шести месяцев от дня увещания пребывая в той же епархии не возымеет попечения от долженствующих возвратиться к афорическому единению с таковым да не сообщается доколе не исполнит того аси же не приедет вон и места содействователь это светский начальник блаженствующий содействовать епископу дабы еретики не уклонялись быв призываемы для увещания или ответа то епископу да не поставится в вину недействования правило 138 аси же доказано будет как атаковые ложно показал в общении у онов то есть донатистов общение говоря что они приступили к общению тогда как дознано что они не приступали и он знал о всем таковы да лишиться и епископства правило 139 постановленные сиящи пресвитеры диаконы и профи низшие склиров по имеющимся у них делам недовольны решением своих епископов то соседние епископы дослушают их и прикословие их доразрешают избранные ими по согласию собственных их епископов аси же от них восхотят переносить дело высший суд то да приносят токмо в африканские соборы или к первенствующим епископам своих областей а желающие принести дело за море в Рим никем в Африке да не приемлется в общении правило 140 карфагенского собора постановленные сиящи кто из епископов по нужде в опасности угрожающей целомудрию делы когда есть подозрение или о любителе сильном или о каком-либо похитителе или когда она ощущает себя сокрушение от некой опасности смертоносной попрошению родителей ее или имеющих попечения о ней покроет или покрыл ее одеянием посвященных Богу прежде 25 лет возраста дабы не умерла без единостейского образа такового ничему да не подвергнет соборное постановление которому определяется сие число лет для покровения правило 141 угодно всему собору ради того чтобы не были долго удерживаемы все епископы сшедшиеся на собор избрать по три судьи от каждой области правило 142 по окончании некоторых дел когда на продолжение заседаний для окончания прочих дел многие епископы сетовали и не могли сего понести поспешая к своим церквам угодно было всему собору да изберутся из числа всех от каждой области долженствующие прибыть ради окончания прочих дел и сие исполнено правило 143 положено всеми по елику в прежних постановлениях соборов есть определение о лицах от которых не должно приимать доносов на состоящих в клире но неозначена с точностью от каких лиц не должно приимать он их того ради определяем якоб правильно не приемлется донос от того кто был отлучен от общения еще остается всем отлучение клирик ли есть или мирянин хотящий доносите правило 144 положено и сие неприимать и доносов от всех рабов от отпущенников тех самых на которых доносить и хотят и от всех которых гражданские законы не допускают к доносам о преступлениях також и от всех на коих лежит пятно бесчестия то есть от позоричных и от лиц к срамым делам прикосновенных також и от еретиков или еленов или иудеев впрочем у всех от которых не допускается таковое обвинение да не отемнется свобода приносить жалобу по своим делам правило 145 карфагенского собора постановленные сие когда на состоящих в клире доносителей представляет многие обвинения и одно из них о котором во-первых происходило исследование не могло быть и доказано после всего прочие обвинения да не приемлются правило 146 свидетелей же к свидетельству не приемать и тех от которых положено не приемать доносов доносов також и тех которых сам доноситель представит из своего дома свидетельство имеющего менее 4 на 10 лет возраста да не приемлется правило 147 постановленные сие асиепископ глаголит яко некто ему одному исповедал свое преступление а тот не признается то епископ да не обращает себе во виду того что не полагается всем на него единого аси же речет якобы возмущение совести своей не хочет иметь общение с непризнающимся то доколе отлученного по всему случаю не приемлет в общении свой епископ доколе сего епископа да не приемлет в общении прочие епископы да тем пасе блюдется епископ да не глаголе таком либо чего перед другими не может утвердить и доказательствами правила святого поместного собора константинопольского определяем яко не подобает впредь епископу судимому извергаемому быть от священного отчина не двумя ниже тремя епископами но по призовору большего собора и о всевозможном всех епископов стоя в области как и апостольскими правилами постановлено доявится осуждение достойного извержения благорассмотрительнейшим посредством призовора многих произносимого в присутствии подсудимого